Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Книга первая. 1938-1941. Москва. Книга. 1989 год. Из-под каких развалин, говорю, из-под какого я кричу обвала, и все-таки узнают голос мой, и все-таки ему опять поверят. Анна Ахматова. Черновой набросок. Вместо предисловия. Бежать из Ленинграда мне на моем веку довелось дважды. В феврале 1938 и в мае 1941 года. Первое бегство спасло меня от лагеря. Спасаясь, я знала, почему, зачем и от чего бегу. Второе бегство, как оказалось впоследствии, спасло меня от двух смертей сразу, лагерной, и той, которая тогда еще никому не была ведома, еще не родилась, ленинградской, блокадной. Февраль 1938-го. Отодвинул мою руку с деньгами. Выбыл. Я сразу пошла занимать очередь в прокуратуру на Литейной. Каких-нибудь двое-трое суток на лестнице, и вот я уже в кабинете у прокурора. На мой вопрос он ответил, что узнать решение я могу в военной прокуратуре в Москве. В ту же ночь стрелою я выехала в Москву. На следующее утро один из моих ленинградских друзей известил меня по телефону, что Люшу и няню Иду сегодня переводят на Кирочную, Корни Ивановичу. Я поняла это сообщение так. На квартиру у Пятиуглов, нашу Митину, где мы с Люшей и няней Идой остались жить после Митиного ареста, за мной приходили. Я не ошиблась. Пришли, оказывается, в час ночи, когда мимо меня, стоявшей в коридоре у вагонного окна, только-только успел проплыть ленинградский перрон. В военной прокуратуре в Москве, на Пушкинской, я услышала приговор по тем временам совершенно стандартный. «Бронштейн, Матвей Петрович, десять лет без права переписки с конфискацией имущества». В ту пору нам уже было известно, что подобный приговор мужу означает арест и лагерь для жены. Вот почему утренний дружеский телефонный звонок с сообщением Алюши и настоятельным советом не возвращаться в Ленинград не удивил меня. Убедились мы также к тому времени на многочисленных примерах и в том, что если жены сразу после приговора мужьям уезжают, их не преследуют. Но вот о чем мы тогда не догадывались, десять лет без права переписки, это был псевдоним «Расстрела». Я не поняла, выслушав в военной прокуратуре приговор, что Матвея Петровича уже нет на свете. Мне казалось, я обязана оставаться живой, избегать ареста не только ради Люши, но и ради Мити, потому что если я окажусь в тюрьме, то кто же станет организатором спасательных работ? Матвей Петрович Бронштейн 1906-1938 Физик-теоретик, сотрудник Ленинградского физико-технического института, ныне институт имени Йоффе, доцент Ленинградского университета, автор научных работ в области теории гравитации, космологии, астрофизики, релятивистской квантовой теории. Этим, однако, вклад Бронштейна в науку не ограничивается. Ему принадлежат, в частности, статьи по ядерной физике и теории полупроводников. Работы Бронштейна начали появляться в печати с 1925 года. Публиковались они в журнале физико-химического общества, в журнале геофизики и метеорологии, в научном слове и многих других. В ноябре 1935 года Бронштейн защитил докторскую диссертацию на тему квантования гравитационных волн. Результаты этой диссертации опубликованы в 1936 году в шестом томе журнала экспериментальной и теоретической физики. А в 1979 часть статьи 1936 года напечатана снова, на этот раз в сборнике «Альберт Эйнштейн и теория гравитации. Москва. Мир». Под редакцией и с предисловием Бронштейна вышли переводы нескольких иностранных книг, посвященных разным отделам физики. Например, в 1937 году книга «Дирака. Основы квантовой механики». Кроме чисто научных работ, всего их более 30, Бронштейн был автором и популярных журнальных статей, и научно-популярных, и научно-художественных книг. Так, в 1935 году вышли две его популярные книги «Строение вещества» и «Атомы-электроны-ядра». В 1936 в Дедгизе первое из научно-художественных «Солнечное вещество». В 1937 – «Лучи Икс» и «Изобретатели радиотелеграфа». Последняя книга вышла в момент ареста Матвея Петровича, и весь тираж ее был уничтожен. Напечатанным оказался лишь первый вариант в журнале «Костер» – 1936 номера 4 и 5. Бронштейн был арестован в августе 1937 года. Официальные справки о гибели моего мужа и реабилитации за отсутствием состава преступления я получила лишь через 20 лет, в 1957 году. Из сопоставления даты смерти, обозначенной в одной справке, с датой приговора в другой, явствует, что судим он был 18 февраля 1938 года и умер, то есть расстрелян, в тот же день. В феврале 1938 года приходили и за мною, но случайно не застали дома. В хлопотах об освобождении Бронштейна принимали участие физики Вавилов, Йоффе, Мандельштам, Там, Фок, писатели Маршак, Чуковский. Из Москвы я все-таки вернулась в Ленинград, но на квартиру к себе не пошла, на Кирочную тоже. Два дня жила у друзей, а с Люшей, Идой и Корнеем Ивановичем виделась в скверике. Простилась, взяла у Корнея Ивановича деньги и уехала. Таковы были обстоятельства моего первого бегства. Поселилась я сначала у Митяных родителей в Киеве, потом в Орзеле под Киевом, потом в Ялте. Никто меня не искал. Получив от Корнея Ивановича известие, что Петр Иванович, условное наименование НКВД, остепенился, вошел в ум и более не зарится на чужих жен, я вернулась в Ленинград, домой. Квартира была разграблена. Митина библиотека в полторы тысячи томов перевезена в подвалы Петропавловской крепости. Крупная мебель и зимние вещи вывезены в неизвестном направлении. А мелкие вещички, вроде простынь, детских игрушек, ботиков и часов, распроданы кому-то по дешевке в пользу конфискующих. В Митиной комнате поселен некто Катышев, Вася, человек оттуда, получивший в наследство от репрессированного врага народа не только комнату, но и этажерку, и письменный стол, и часы. Некоторое время я не брала Люшеньку домой, опасаясь, что меня все-таки арестуют, но недели шли за неделями, а меня не трогали. И, перестав еженощно ждать звонка, я перевезла Люшу и няню Иду к себе и снова занялась хлопотами о Мите. Ко времени моего возвращения в Ленинград, после первого бегства и относятся первые записи в моем дневнике. В эту пору я и начала встречаться с Анной Андреевной Ахматовой. 15 мая 1941 года, то есть за месяц до войны, я вынуждена была покинуть Ленинград вторично. На этот раз потому, что до Петра Ивановича дошли слухи о существовании какого-то документа о 37-м, как называли неизвестный документ следователя, допрашивавший Иду. На самом деле, это была Софья Петровна, повесть о 37-м, написанная мною зимой 1939-40 года. Но о вторичном побеге речь впереди, так же, как и о последнем, окончательном моем отъезде из Ленинграда в 1944 году, который тоже был совершен мной не по собственной воле. Мои записи эпохи террора примечательны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью одни только сны. Реальность моему описанию не поддавалась. Больше того, в дневнике я и не делала попыток ее описывать. Дневником ее было не взять. Да и мыслям ли было в ту пору вести настоящий дневник? Содержание наших тогдашних разговоров, шепотов, догадок, умолчаний в этих записях аккуратно отсутствует. Содержание моих дней, которые я проводила изредка за какой-нибудь случайной работой, с постоянной меня выгнали еще в 1937-м. А чаще всего в очередях к разнообразным представителям Петра Ивановича, ленинградским и московским, или в составлении писем и просьб, или во встречах с Митинами товарищами, учеными и литераторами, которые пробовали за него заступаться. Словом, реальная жизнь, моя ежедневность, в записях опущена или почти опущена. Так, мерцает, кое-где еле-еле. Главное содержание моих разговоров со старыми друзьями и с Анной Андреевной опущено тоже. Иногда какой-нибудь знак, намек, какие-нибудь инициалы для будущего, которого никогда не будет. И только. В те годы Анна Андреевна жила, завороженная за стенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету. Записывать наши разговоры не значит ли это рисковать ее жизнью, не писать о ней ничего, это тоже было бы преступно. В смятении я писала то откровеннее, то скрытнее, хранила свои записи то дома, то у друзей, где мне казалось надежнее. Но неизменно, воспроизводя со всей возможной точностью наши беседы, опускала или затемняла главное их содержание. Мои хлопоты о Мите, ее о Леве, новости с этих двух фронтов, известия о тех, кто в ночь погиб. Литературные разговоры в моем дневнике незаконно вылезли на первый план. В действительности имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие слова, как «умер», «расстрелян», «выслан», «очередь», «обыск» и прочие, встречались в наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах. Но имена великих деятелей за стенка я старательно опускала. А рассказы Анны Андреевны о Розанове или Модильяне, или даже всего лишь о Ларисе Рейснер или Зинаиде Гиппиус записывала. За стенок, поглотившие материально целые кварталы города, а духовно наши помыслы во сне и наяву, за стенок, выкрикивавшие собственную ремесленно сработанную ложь с каждой газетной полосы и с каждого радиорупора, требовало от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его в суе, даже в четырех стенах один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни, мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз, или точнее уши. Окруженный нематою, за стенок желал оставаться и всевластным, и несуществующим за раз. Он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия. Он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было. В очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи, пришли, взяли. Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема», тоже шепотом, а у себя в фонтанном доме не решалась даже на шепот. Внезапно посреди разговора она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш. Потом громко произносила что-нибудь очень светское. «Хотите чаю?» или «Вы очень загорели?» Потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче такая ранняя осень!» громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был обряд. Руки, спичка, пепельница. Обряд прекрасный и горестный. С каждым днем, с каждым месяцем мои обрывочные записи становились все в меньшей степени воспроизведением моей собственной жизни, превращаясь в эпизоды из жизни Анны Ахматовой. Среди окружавшего меня призрачного, фантастического, смутного мира она одна казалась не сном, а явью, хотя она в это время и писала о призраках. Она была, несомненно, достоверна среди всех колеблющихся недостоверностей. В том душевном состоянии, в каком я находилась в те годы, оглушенном, омертвелом, я сама все меньше казалась себе взаправду живою, а моя недожизнь заслуживающая описание. И то хорошо, что прошла. К 1940 году записи о себе я уже не делала почти никогда, а Банни Жан-Древне писала все чаще и чаще. О ней тянуло писать, потому что сама она, ее слова и поступки, ее голова, плечи и движения рук обладали той завершенностью, какая обычно принадлежит в этом мире, одним лишь великим произведением искусства. Судьба Ахматовой нечто большее, чем даже ее собственная личность лепила тогда у меня на глазах из этой знаменитой и заброшенной, сильной и беспомощной женщины изваяние скорби, сиротства, гордыни, мужества. Прежние стихи Ахматовой я знала наизусть с детства, а новые, вместе с движениями рук, сжигающих бумагу над пепельницей, вместе с горбоносом профилем, четко вычерченным синей тенью на белой стене пересыльной тюрьмы, входили теперь в мою жизнь с такой же непреложной естественностью, с какой давно уже вошли мосты, Исааки, летний сад или набережная. Июнь-июль 1966-го Москва 1938-й 10 ноября 1938-го Вчера я была у Анны Андреевны по делу. Никогда я не думала, что с детства, зная наизусть ее стихи, собираю ее портреты, когда-нибудь пойду к ней по делу. Когда мне было лет 13, Корней Иванович однажды повел меня к ней, и она надписала мне у самого моря. Я не могла поднять на нее глаз, потому что Корней Иванович, войдя, сказал, «Лида говорит, по сравнению с журнальным вариантом, тут не хватает строки. Это Лида говорит, меня убила». Потом или раньше я видел ее в доме литераторов на вечере памяти Блока. Она прочитала «О Смоленской нынче имениннице» и сразу ушла. Меня поразили осанка, лазурная шаль, поступь, рассеянный взгляд, голос. Невозможно было поверить, что она такой же человек, как мы все. После ее ухода я очень остро испытала тайную боль разлуки. Но никто не мог бы заставить меня идти знакомиться с ней. Потом в Ольгине я встретила ее на прямой аллее от вокзала к морю. А может быть, это было на лахте? Она шла с какой-то пышноволосой дамой. Я только потом догадалась, что это Судейкина. Я поздоровалась с Анной Андреевной, еще более обычного стыдясь себя, своей нескладности, своей сутулости. Аллея была пряма, как струна, и, поглядев им вслед, я подумала, что их стройное явление на этой аллее легче было бы выразить какой-нибудь музыкальной, несловесной фразой. Вчера я была у Анны Андреевне по делу. В городе распространились слухи, будто, когда Пунин и Лева были арестованы, Анна Андреевна написала письмо Сталину, передала его в башню Кутафио в Кремле, и обоих выпустили. Я пошла узнать, что она написала. Лева в это время был уже опять арестован, а Николай Николаевич на свободе. Лева сын Анны Андреевны и Николая Степановича Гумилева родился в 1912 году. Востоковед, специалист по истории народов Центральной Азии. Был арестован в 1935 году, но после письма Ахматовой к Сталину освобожден. Снова арестован в 1938 году. В 1944 из ссылки в Таруханском крае, куда был отправлен после лагеря, ушел добровольно на фронт. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политическая история первого тюркского каганата». 546 659 года. В 1949 году арестован опять, освобожден и реабилитирован лишь в 1956. Через четыре года в 1960 году опубликовал книгу «Хунну «Срединная Азия в древние времена». Москва издательство восточной литературы. В 1961 защитил докторскую диссертацию на тему «Древние тюрки» 6-7 веков. Затем последовало множество работ на разнообразные темы, напечатанных в специальных журналах. Лев Николаевич занимался историей древних тюрков и других степных народов Евразии, изучал и устанавливал историко-культурные типы народов в их связи с характером географической среды, занимался историей средневекового тибетского искусства, проблемой слова о полку Игореве и другими. Им опубликованы книги «Открытие Хазарии» с предисловием профессора Артамонова «Москва. Наука. 1966-й», «Древние тюрки. Москва. Наука. 1967-й», «Поиски вымышленного царства», «Легенда о государстве просвитера Иоанна» с предисловием профессора Руденко «Москва. Наука. 1970-й». Хунны в Китае «Три века войны Китая со степными народами». Третий шестой века «Москва. Наука. 1974-й». Старобурятская живопись «Москва. Искусство. 1977-й». В 1988-м году в номере четвертом журнала «Знамя» опубликована статья «Льва Гумилева. Биография научной теории» или «Автонекролог». В статье освещается творческий путь ученого. Анна Андреевна рассказывая о своих попытках спасти сына с особой благодарностью упоминала имя писательницы Сейфулиной. В разные времена называла ученых Артамонова, Окладникова, Струвы. После смерти Сталина на моей памяти хлопоты велись ею через посредство писателей Суркова, Фадеева, Иренбурга, востоковеда Конрада и архитектора Руднева. Постоянной помощницей Анны Андреевны в этих хлопотах была Герштейн. В 1976-м году ею была опубликована специальная работа об освобождении Льва Гумилева. Николай Николаевич Пунин Искусствовед Муж Анны Андреевны 1888-1953 Художественный критик Автор книг Японская гравюра 1915 Андрей Рублев 1916 Татлин 1921 В 1920 В 1920 вышла книга Пунина Современное Искусство Цикл лекций В 1927-1928 Новейшее течение в русском искусстве В 1940 Учебник по истории западноевропейского искусства Через много лет после гибели и реабилитации Пунина издательство «Советский художник» в 1976 году опубликовало сборник его избранных статей «Пунин. Русское и советское искусство». До революции с 1913 по 1916 Пунин сотрудник журнала «Аполлон». После революции комиссар при Русском музее и Ленинградском государственном эрмитаже, заместитель наркома просвещения Луначарского по делам музеев и охраны памятников, преподаватель высших учебных заведений. Пунин был арестован дважды. В первый раз выпущен, а во второй погиб в заключении. Ахматовой обращены к Пунину такие стихи «От тебя я сердце скрыла ни недели, ни месяцы, годы и, как всегда бывает в дни разрыва, я пью за разоренный дом, бег времени тростник». После кончины Пунина Ахматова посвятила ему стихотворение «И сердце то уже не отзовется». Бег времени седьмая книга. К Пунину обращена также одна из северных элегий. Так вот он тот осенний пейзаж. Если судить по строкам «пятнадцать лет пятнадцатью веками гранитными как будто притворились». Брак Анны Андреевны с Пуниным длился пятнадцать лет с 1923 по 1938 год. Впоследствии надо всем циклом северных элегий Ахматова поставила эпиграф из Пушкина «Все в жертву памяти твоей». Очень может быть, что слова эти отнесены ею к Пунину. От тебя я сердце скрыла, словно бросила в неву. Прирученный и бескрылый я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих, шереметьевские липы, перекличка домовых, осторожно подступает, как журчание воды, к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет, словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела? Знаешь, где он? твой уют. 30 декабря 1936 Сквозь дом занимательной науки какое дурацкое название я прошла в сад. Сучья деревьев росли будто из ее стихов или пушкинских. Я поднялась по черной трудной не нашего века лестницы, где каждая ступенька за три. Лестница еще имела некоторое касательство к ней, но дальше на звонок мне открыла женщина, отирая пену с рук. Этой пены и ободранности передней, где обои висели клочьями. Я как-то совсем не ждала. Женщина шла впереди, кухня, на веревках белье, шлепающее мокрым по лицу. Мокрое белье, словно завершение какой-то скверной истории из Достоевского, может быть, коридорчик после кухни и дверь налево к ней. Она в черном шелковом халате с серебряным драконом на спине. Я спросила. Я думала, она будет искать черновик или копию. Нет. Ровным голосом, глядя на меня светло и прямо, она прочла мне все наизусть целиком. Я запомнила одну фразу «Все мы живем для будущего, и я не хочу, чтобы на мне осталось такое грязное пятно». Среди обвинений предъявленных Леве было и такое. Мать якобы подговаривала его убить Жданова, мстить за расстрелянного отца. Но запомненная мною фраза свидетельствует, что Анна Андреевна процитировала мне уже второе свое письмо к Сталину. Письмо не 1935-го, а 1938-го года, то, которое уже не оказало действия. Слухи же о башне Кутафьей и магическом спасении заключенных были запоздалыми вестями о ее письме 1935-го года. Записки, том 2-й. Общий вид комнаты, запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивые вещи, резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лупки на стенах. Не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество. Единственное, что в самом деле красиво, это окно в сад и дерево, глядящее прямо в окно, черные ветви. И она сама, конечно. Меня поразили ее руки, молодые, нежные, с крошечной, как у Анны Карениной кистью. Думаю, вешать на стену картины или уже не стоит? 19 сентября я ушла от Николая Николаевича. Мы 16 лет прожили вместе, но я даже не заметила на этом фоне. Одно хорошо. Я так сильно больна, что, наверное, скоро умру. Князев умер. Святополк Мирский собирает корки. Василий Васильевич Князев 1887-1937-1938 поэт. До революции сатирик. После революции автор Красного Евангелия. Песен Красного Звонаря. Красных Звонов и Песен. Постоянный сотрудник Красной газеты. В 1937-м году Князев был арестован и погиб на Колыме. Князь Дмитрий Петрович Святополк Мирский 1890-1939 знаток русской и английской литературы. В Англии, куда он эмигрировал в 1922-м году, составлял антологии русской поэзии, писал о русской литературе и преподавал русскую литературу в Лондонском университете. В 1932-м году уже членом Коммунистической партии Великобритании вернулся в Советский Союз. Здесь он публиковал статьи об Элиоте, Джойсе, Смолите, Хаксли, одни в журналах, другие как предисловие к сочинениям и составил антологию английской поэзии. В 1937-м году Святополк Мирский был арестован и в 1939-м умер в лагере. Женщина в очереди, стоявшая позади меня, заплакала, услыхав мою фамилию. Я попросила ее почитать мне стихи. Тем же ровным, словно бы обесцвеченным голосом, она прочитала. Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до солнечных лучей, а я всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью моей. Взоры, переговоры почему-то звучат здесь так же пронзительно, как странен ранен у Пушкина. Недвижим он лежал и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Мне от этого странен ранен всегда было больнее, чем от струи крови. И вот так же ударяют по сердцу. Не весь чем взоры, переговоры. Потом она рассказала, что Борис Леонидович в ее стихотворении, посвященном ему, был недоволен строкой, чтобы не спугнуть лягушки чуткий сон. Лягушка ему не понравилась. Борис Пастернак Он сам себя сравнивший с конским глазом косится, смотрит, видит, узнает, и вот уже расплавленным алмазом сияют лужи, изнывает лед. В лиловой мгле покоятся задворки, платформы, бревна, листья, облака, свист паровоза, хруст арбузной корки, в душистой лайке робкая рука. Звенит, гремит, скрижещет, бьет прибоем и вдруг притихнет. Это значит, он пугливо пробирается по хвоям, чтоб не спугнуть пространство чуткий сон. И это значит, он считает зерна в пустых колосьях, это значит, он к плите дарьяльской, проклятой и черной, опять пришел с каких-то похорон. И снова жжет московская истома, звенит вдали смертельный бубенец. Кто заблудился в двух шагах от дома, где снег по пояс и всему конец? За то, что дым сравнил с лаакаоном, кладбищенский воспел чертополох, за то, что мир наполнил новым звоном в пространстве новом отраженных стров, он награжден каким-то вечным детством, той щедростью и зоркостью светил, и вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил. 19 января 1936 Творчество Бывает так, какая-то истома в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов мне чудится и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет скотом кейлихо, но вот уже послышались слова и легких рифм, сигнальные звоночки, тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. 5 ноября 1936 Я ушла от нее поздно, шла в темноте, вспоминая стихи. Мне необходимо было вспомнить их сейчас же, от начала до конца, потому что я уже не могла с ними ни на секунду расстаться. В ускользнувших от памяти местах я подставляла для сохранения ритма собственные слова и в ответ откуда-то из глубины памяти. Эти негодные слова выманивали ее настоящее. Я вспомнила все, от слова до слова. Но зато, умываясь и раздеваясь перед сном, я не могла вспомнить ни одного своего шага на улице. Как я прошла сквозь занимательную науку, как пересекла Невский, я шла с Амнамбулой, меня вместо Луны вели стихи, а мир отсутствовал. 1939 22 февраля 1939 За это время с 10 ноября 1938 по 22 февраля 1939 я встречала с Анной Андреевной несколько раз, но записи мои пропали. Навсегда или на время не знаю. Пришла в старом пальто, выленившей, расплющенной шляпе в грубых чулках. Сидит у меня на диване и курит. Статная, прекрасная, как всегда. Я не могу видеть этих глаз. Вы заметили? Они как бы отдельно существуют, отдельно от лиц. глаз у женщин в тюремных очередях. Мальчика своего моя соседка не любит. Таня Смирнова, своего старшего сына Валю, бьет его. Когда она берет веревку и принимается за него, я ухожу в ванную. Попробовала я один раз с ней говорить. Она меня оттолкнула. Прошлую зиму я читала Улисса. Прочла четыре раза, прежде чем одолела. Очень замечательная книга. Правда, на мой вкус, там слишком много порнографии. Лева уже писал собственные научные работы, овладел языками. Он спросил однажды у своего профессора, верно ли то-то и то-то. Профессор ответил, раз вы так думаете, значит верно. Он очень вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован, привык спать на полу, мало есть. Потом она оглядела мои книги, то есть митины английские. При конфискации нашего имущества, в том числе и книг, все английские книги были почему-то оставлены мне. Я отправилась ее провожать. Сухо, бесснежно, холодно. Ветер. Она идет легкой, быстрой походкой, но улицу переходить боится, и на середине Невского вцепляется мне в рукав. Долго стоит посреди, не позволяя мне идти дальше, пугаясь моих попыток. Стоим посреди улицы, она все сильнее и сильнее вцепляется пальцами мне в плечо. Говорит, я не умею переводить. Осип, Осип Эмильевич Мандельштам, однажды мне так жалобно сказал, меня все заставляют переводить. Все говорят, переводите, переводите, а я не умею. Вот и я не умею. Мы долго стояли посреди улицы. Я ее уверяла тихонько, уже можно, уже можно. Нет, нет, еще нельзя. 26 февраля 39 Была у Анны Андреевны, заносила билет. По-видимому, Анна Андреевна просила меня купить ей билет в Москву. Сидит на диване, повязанное розовым линючим платком, поджав ноги в стоптанных туфлях. Знаете, я перечла мадам Броунинг. Что-то не понравилось она мне. Муж всегда тянул одну единственную ногу, но виртуозно. А она, может быть, тем она и плоха, что очень уж на него похожа. Сняла откуда-то с верхней полки, став ногами на диван зеленую тетрадь. Я хотела помочь. Что вы, я прыгаю, как коза. Перелистала ее. Много он сделал, особенно после двадцать восьмого года. Прочитала мне два стихотворения. Одно о могучей нищете, которое я уже слышала раньше, а другое неизвестное мне о Киеве Вие. Анна Андреевна прочитала «Еще не умер ты, еще ты не один». И как по улицам Киева Вие. Прочтите ваши. У меня нет ничего нового. Вдруг показала мне на свой лоб. Там какая-то с краю темно-коричневая ранка. «Это рак», сказала она. «Очень хорошо, что я скоро умру». Третьего марта тридцать девятого. Москва. «Что у вас?» спросила Анна Андреевна, вскочив с дивана и приблизив к моему лицу расширенные глаза. «Это в крошечной комнате Харджиева, где-то у черта на куличках. Я ехала туда часа два». Николай Иванович Харджиев родился в 1903 году. Прозаик, стиховед. Ему принадлежат повести о Федотове, Баранщикове, Ползунове, многочисленные статьи о новаторстве в изобразительном искусстве, а также о поэзии. Например, статья «Маяковский и живопись Москва 1940». Харджиев вместе с Тренином редактировал первый том первого посмертного полного собрания сочинений Маяковского Москва 1935-й. Совместно с Грицем книгу неизнанные произведения Велимира Хлебникова Москва 1940-й. Им подготовлены к печати и прокомментированы избранные стихи Мандельштама для большой серии библиотеки поэта Москва. Харджиев, близкий друг Ахматовой и Мандельштама, Анна Николаевна и Николай Иванович познакомились в Ленинграде в 1930-м году. С тех пор Ахматова имела обыкновение советоваться с Николаем Ивановичем о своих стихах, переводах, прозе. Написав воспоминания об Амедео Модельяне, Анна Андреевна приложила к ним небольшое исследование Харджиева, в котором он утверждает в частности, что рисунок Модельяне, изображающий Ахматову, перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия с аллегорической фигурой «Ночь» на крыше саркофага Джулиана Медичи, созданной Микеланджело. Московский альманах, день поэзии, 1967-й. Анна Андреевна любит и знает Москву, а я только раздражаюсь нескладицей. Ленинград своею стройностью приводит и душу в строй, а Москва выводит из равновесия. У Николая Ивановича холодно, Анна Андреевна сидит на диване, накинув пальто на плечи, пьем из каких-то кружек чай, а потом из них же вино. Николай Иванович, небритый, желтый, прислушивается к шагам за стеной, к шагам соседей. Анна Андреевна говорит о литераторах, которые боятся с ней видеться. «Сегодня Зина уже не пустила его ко мне», говорит она о Борисе Леонидовиче. Разговор о Герцине. «Я долго и глупо ломлюсь в открытую дверь, доказывая, что Герцен великий писатель, великий художник. Анна Андреевна горячо соглашается. Конечно, он гораздо крупнее, чем Тургенев, например, но в былом и думах не люблю тех глав, где откровенности о Наташе. Я пытаюсь спорить. Я понимаю так. В обращении Герцена к мировой демократии по семейному делу сказалась прекрасная наивность революционера, ощущавшего единство революции, морали, эстетики. Нет, не в единстве и не в наивности тут дело, сказала Анна Андреевна. Это время было тогда такое. В пушкинское время ничего о себе не рассказывали, а они выговаривали все до дна. Второго мая тридцать девятого Ленинград Утром, гуляя с Люшей, я зашла к Анне Андреевне и уговорила ее выйти погулять. Она слегка хромает, сломан каблук. Идем по фонтанке, мимо цирка, мимо инженерного замка. Вам не приелся Петербург? спрашивает она после долгого молчания. Мне нет, а мне очень. Даль, дома, образы застывшего страдания. Я так долго, слишком долго отсюда не уезжала, проходя мимо цирка. Тут несколько лет назад белыми ночами кричал тюлень, мимо инженерного. Видите? Два окна с другими цветными стеклами. В этой комнате убили Павла, присели ненадолго в садике. Она говорила восторженно о фресках в Софийском соборе, видела фотографии и добавила «Новгородская София тоже очень хороша». Мы пошли ее провожать. «Я всю фонтанку обжила», сказала Анна Андреевна. «Тут жила в доме капитула солей». Это дом с колоннами недалеко от Симеоньевского моста. На набережной фонтанке, сколько мне известно, Анна Андреевна жила в разные годы в таких домах. В 1921-1922 в доме номер 18 в четвертом дворе в 1924 году на углу бывшей французской ныне Кутузовской набережной на фонтанке 2 прожила около 30 лет в знаменитом фонтанном дворце фонтанка 34, то есть во флигеле бывшего дворца князей Шереметьевы. Оля Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина 1985-1945 драматическая актриса, певица, танцовщица, близкий друг Анны Андреевны. В альманахе «Воздушные пути» опубликовано воспоминание Артура Лурье Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина. В 1972 году во Франции появилась целая книга о ней, о ее жизни, о близких ей людях, о ее работе в театре, о созданных ею куклах, вышивках, о рисунках на фарфоре. «Вам надо почаще ходить гулять», сказала я, прощаясь. Она махнула на меня ручкой. «Что вы? Разве сейчас можно гулять? Восемнадцатого мая тридцать девятого. Вечером телефонный звонок. Анна Андреевна просит прийти, но я не могла. У Люшеньки гриб, надо быть дома. Она пришла сама. Сидит у меня на диване, великолепная, профиль, как на медали, и курит. пришла посоветоваться. В каждом слове удивительное сочетание твердости, достоинства и детской беспомощности. Вот получила письмо. Мне говорят, посоветуйтесь с Михаилом Леонидовичем. А я решила, лучше с вами. Вы вскормлены госэздатом и выгнаны им же. Михаил Леонидович Лозинский 1886-1955 Поэт, член цеха поэтов, переводчик, редактор переводов, на протяжении четырех с лишним десятилетий преданный друг Анны Ахматовой. Недаром именно в стихотворении, обращенном к Лозинскому, Ахматова дает свое знаменитое определение дружбы. Над временами года несокрушима и верна души высокая свобода, что дружбою наречена. И в своем слове о Лозинском тоже подчеркивает преданность друзьям как главную черту покойного. В 1912 году Михаил Лозинский посвятил Анне Андреевне стихотворение «Незабывшее». В 1916 оно вошло в сборник «Горный ключ». Ахматова обращала к Лозинскому стихи, начиная с 1913 года по 1940. «Не будем пить из одного стакана, он длится без конца, янтарный тяжкий день, они летят, они еще в дороге, надпись на книге». Жермунский полагает также, что к Лозинскому, кроме перечисленных, обращены еще два стихотворения Ахматовой 1913 года. «Солнце комнату наполнило, и ты пришел меня утешить, милый». До революции Лозинский был секретарем журнала «Аполлон» и владельцем издательства «Гиперборей». После революции ведал переводами с итальянского в издательстве «Всемирная литература», как один из членов редакционной коллегии. Начиная с 20-х годов, переводы стали для Михаила Леонидовича главным делом жизни. Он переводил Данте, Бенвенута Челлини, Лопе де Вега, Тирса де Молина, Гёте, Шиллера, Шекспира, Джона Флетчера, Киплинга, Корнеля, Леконта де Лиле, Мольера, Ромена Ролана. Переводил лозинский и армянского поэта Саят Нова и грузинского Бараташвили. Принимал участие в переводе Шахнаме Фердауси и армянского эпоса Давид Сосунский. В трудном и благородном искусстве перевода, пишет Ахматова, Лозинский был для XX века тем же, чем был Жуковский для века XIX. С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний цеха поэтов. Тогда же я первый раз услышала прочитанные им стихи. Текст письма Мы охотно напечатаем, но пришлите больше, чтобы облегчить отбор. Вот уже двадцать лет так. Они ничего не помнят и не знают. Облегчить отбор. Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам. Они надеялись, что на этот раз наконец у меня окажутся проколхозы. Однажды здесь, в Ленинграде, меня попросили принести стихи. Я принесла. Потом попросили зайти поговорить. Я пришла. Отчего же стихи такие грустные? Ведь это уже после. Я ответила, по-видимому, такая несуразица объясняется особенностями моей биографии. Мы начинаем вместе по памяти перебирать стихи. Я кое-как пытаюсь слепить цикл. Она хоть и пришла посоветоваться, слушает меня вяло, без всякого интереса. не хочу я искать рыться. Бог с ними дам мне от бабушки татарки и будет с них. Да и остались одни безумно любовные. Мне от бабушки татарки первая строка сказки о черном кольце. прячет издательское письмо и, увидев у меня на столе томики маленького Оксмановского Пушкина, начинает говорить о Пушкине. Как пиковая дама сложна, слой на слое. Я это поняла впервые, когда читал Журавлев. Он изумительно читает. Своим чтением он открыл мне эту сложность. Дмитрий Николай Джуравлев родился в 1900 году. Поначалу ученик, а затем и актер Воктанговского театра. В 1931 году Дмитрий Николай Джуравлев увлекся художественным чтением и начал выступать с эстрады. В его репертуаре самые разнообразные произведения русской и западноевропейской поэзии и прозы Пушкин, Гоголь, Блок, Маяковский, Ахматова, Мериме, Мопассан. Анна Андреевна познакомилась с Дмитрием Николаевичем в 1938 или 1939 году. Знакомство состоялось именно после того, как Ахматова услыхала прочитанную им «Пиковую даму». Дмитрий Николай Джуравлев автор воспоминаний об Ахматовой, опубликованных в его книге «Жизнь искусства встречи». Москва ВТО 1985 год. Обе мы дружно ругаем Яхонтова. «Просто неинтересно», говорит Анна Андреевна. Разговор о прозе Пушкина приводит нас к Толстому. Анна Андреевна отзывается о нем несколько иронически, а потом произносит грозную речь против Анны Карениной. «Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова? Если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой, не спорьте именно так и подумайте только, кого же мусорный старик избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? Высший свет, графиня Лидия Ивановна и шарлатан проповедник, ведь именно они доводят Анну до самоубийства. А как сам он гнусно относится к Анне? Сначала он просто в нее влюблен, любуется ею черными завитками на затылке, а потом начинает ненавидеть, даже над мертвым телом издевается, помните, бесстыдно растянутая? Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну, да, она женофилка. Когда она умолкает, я говорю только, какие великолепные страницы перед самоубийством. Да-да, конечно, множество гениальных страниц. Бормотание мужичка под колесами, великолепная заумь. А в общем, не любит она, видно, Толстого. Я очень дружна с его внучкой Соней. Она дала мне альбом, чтобы я написала. В этом альбоме спертый дух, ханжеский дух Ясной Поляны. Лозинский принес ей ад. Перевод замечательный, говорит она. Я читаю с наслаждением. Есть места натянутые, но их мало. Я сижу и сверяю. Я со свойственной мне способностью ляпать не подумавши, осведомляюсь, знает ли она итальянский. Она величава и скромна. Я всю жизнь читаю Данте. Мельком жалуется. Шумят у нас. У Пуниных пиршество, патефон до поздней ночи. Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала. Обменяли бы комнату? Нет, просто выехала. Знаете, за последние два года я стала дурно думать о мужчинах. Вы заметили, там их почти нет. Там, то есть в тюремных очередях. И не принимая моих попыток объяснить это, выпуская дым в сторону, цитирует чьи-то слова. Низшая раса. Не принимая моих попыток объяснить это, я сказала, что в тюрьме гораздо больше мужчин, чем женщин, поэтому в очередях больше женщин, чем мужчин. Низшая раса. Слова из рассказа Чехова. Анна Андреевна низшей расой в данном случае называет мужчин. У Чехова же их произносят, относя это определение не к мужчинам, а к женщинам. Дмитрий Дмитриевич Гуров, герой рассказа «Дама с собачкой». Поздно. Люшенька спит, но сильно кашляет во сне. Прошу иду лечь не на кухне, а в детской, и иду провожать Анну Андреевну. На улице теплый вечер, глубокое небо, в этой глубине колокольня Владимирского собора. По дороге Анна Андреевна рассказывает мне о черепе Ярослава, привезенном сюда для исследования все зубы целы, и о Киеве, испорчен девятнадцатым веком. Кругом множество пьяных. Кажется, что вся мужская часть улицы не стоит на ногах. Анна Андреевна рассказывает, как недавно вечером к ней по очереди пристали трое мужчин, и когда она прикрикнула на одного, он ответил Я тебе не муж, ты на меня не ори. Идем по ее темному двору. Споткнувшись, она говорит Не правда ли какой занимательный двор? Потом по лестнице в полной тьме, ни одной лампочки. Она идет легко, легче меня, не задыхаясь, но слегка прихрамывая, каблук. У своей двери прощаясь, она говорит мне Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходит с ума. 29 мая 39 Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и вызвала меня. Я выбралась поздно. Застала ее лежащей. Ничего не случилось. Это я после ванны. Я здорова. Толстые одеяло без простыни, грубая рубаха, мокрые волосы на подушке, лицо маленькое, сухое, темное, рот запал. Вот такой она будет в гробу, подумала я. Но впечатление это скоро рассеялось. Она вскочила, накинула черный шелковый халат с драконом, китайское мужское пальто, пояснила она, и принесла из кухни чай. К чаю был черный хлеб и какие-то соевые конфеты. Выпив чашку, она снова легла под одеяло и заговорила. У нее какая-то новая беда, и позвала она меня, видно, чтобы не быть одной. О беде не говорила, а обо всем на свете. Перечитываю Салтыкова, замечательный писатель, современная идиллия, перечтите. Вот, говорят, бедняга вынужден был эзоповым языком писать, а ему эзопов язык шел на пользу, создавая его стиль. И опять о Герцане. Да, вот это писатель. Вы не помните, между прочим, где он называл Николая додоном. Не для работы надо. А бывают и дутые репутации, например, Тургенев. Я в восторге от такого совпадения нелюбви. Как он плохо писал, как плохо. Помните, стук, стук. Прав был Достоевский, сплошное мерси. И как по-барски он людей описывал. Внешне пренебрежительно. Я сказала, что понятие русский литературный язык совершенно условное, что у каждого свой. У Гоголя, у Лермонтова, у Пушкина, у Толстого, у Герцена. Каждый из них писал на своем, а не на русском литературном. Вспомнила, что Корней Иванович, прочитав «Меж тем, как Франция среди рукоплесканий», воскликнул, «Разве это по-русски? Это на каком-то другом, может быть, и прекрасном, но на другом, особом языке звук другой». «Корней Иванович ошибается», сказала Анна Андреевна. «Это ни на каком особенном, а все дело в том, что в 16-м и 17-м веке во Франции существовал для начала концов прочный канон. Например, оды должны были начинаться со слова «аусси». Пушкин часто переводил этот зачин. «Тоже и меж тем, как». Это было просто нечто обязательное для торжественного начала. «Уже Вольтер пародировал подобные зачины и использовал их в сатирических стихах. У меня об этом много написано. Вон все в тех ящиках лежит». «Я уже и вообразить себе не могу, как воспринимается Пушкин без этого фона». «Я о Полтаве». Она на минуту прижала руки к лицу. «Откуда он знал? Откуда он все знал?» «Потом никогда больше не буду это читать». Я рассказала Анне Андреевне, как, вернувшись из тюрьмы, Любарская прочитала мне две пушкинские строки. «И первый клад мой честь была, клад этот пытка отняла, сказав, что только в тюрьме по-настоящему поняла Полтаву». В 1937 году в пору разгрома ленинградского отделения дет-эс-дата, возглавляемого Маршаком, Александра Иосифовна Любарская, член этой редакции, была арестована. На следствие ее обвиняли во вредительстве и в шпионаже в пользу Японии. 14 января 1939 года она была освобождена, и когда мы увиделись, рассказала мне о перенесенных ею избиениях во время допроса. Мы были друзьями издавна, еще до совместной работы в редакции, вместе учились на словесном отделении государственных курсов при Институте Истории Искусств. Любарская родилась в 1908 году. Редактор и фольклорист Многие народные и литературные сказки выходили и выходят в свет в ее обработке. В ее обработке вышли сказки народов Советского Союза, сначала под заглавием «Волшебный колодец» 1945, а затем в 39 царстве в 30 государстве 1966 и 1971. Ею выполнен прозаический пересказ карело-финского эпоса Калевала, выдержавший множество изданий. Совместно с Габбе Любарская подготовила к печати сборник по дорогам сказки, совместно с Задунайской знаменитую книгу Сельмы Лагерлёв «Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями». Ею пересказаны и обработаны также сказки Топеллиуса, сказки Асбьернсона и многие другие. В коридоре топол и быстрым говорком тараторил Николай Николаевич. Чтобы отвлечь Анну Андреевну от Полтавы, я рассказала ей, как видела ее впервые на вечере памяти Блока в лазурной шале. «Это мне Марина подарила», сказала Анна Андреевна, «и шкатулку». Марина Марина Ивановна Цветаева Я спросила о Мережковских. Недоброжелательные были люди, злые, и ничего не делали спроста. Мне в семнадцатом году Зинаида Николаевна вдруг начала звонить, звала к себе, но я не пошла. Зачем-то я ей нужна была. «А Розанов?» спросила я. «Я так его люблю, кроме антисемитизма и половой проблемы», закончила Анна Андреевна. 31 мая 39 Вечером у меня сидел Геша. Геша, Герш Исакович Ягудин 1908-1984 Математик Митин и мой друг. Это он спас меня в феврале 1938 года. Позвонил из Ленинграда в Москву и дал понять приютившим меня знакомым, что за мной на ленинградскую квартиру приходили. Вдруг без предупреждения пришла Анна Андреевна. Ей позвонили, оказывается, из московского альманаха, просят стихи. Значит, все сомнения были напрасны. Она хочет, чтобы я отвезла. Я обещала перед отъездом непременно к ней забежать. Она выпила чаю и быстро ушла. По-видимому, Геша стеснял ее. Первого июня тридцать девятого. Сегодня я зашла к Анне Андреевне за стихами. Она лежит, лицо сухое, желтое, руки закинуты за голову. Я принесла ей котлеты, вареные яйца, торт и сирень. Да, и сирень, чтобы больше было похоже на подарок. Скоро пришел Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич Гаршин 1887-1956 патологоанатом, профессор военно-медицинской академии, много лет проработавшей в больнице имени Эрисмана, племянник писателя Всеволода Гаршина. Она попросила его переписать стихи. Вы ведь знаете, где? Он долго перелистывал тетрадь, искал, не находил. Она объясняла, где и что, очень терпеливо, стараясь не раздражаться. И все-таки где-то в глубине голоса жило раздражение. Владимир Георгиевич переписывал медленно. Я подала ей в постель котлету на хлебе и чашку чаю. Она ела и пила лежа, не поднимаясь. Он спрашивал ее о знаках. Она это совершенно все равно. Я вы к знакам равнодушны? Она в стихах вполне такова футуристическая традиция. Он нужно тут многоточие. она не глядя как хотите мне. Коля Гумилев говорил, что у меня каждая вторая строка завершается многоточием. Владимир Георгиевич кончил переписывать и просил ее посмотреть, но она отмахнулась. Все равно не важно. Взяв в руки тетрадь и взглянув на оригинал, я спросила, тут что, черточка или пробел? Нет, но там, к сожалению, строфа всю жизнь я мечтала писать без строф, сплошь, не удается. О каком стихотворении идет речь, я вспомнить не могу. Четвертого июля тридцать девятого Вчера я с утра позвонила Анне Андреевне. Можно прийти вечером? Можно, только приходите раньше. Я хочу скорее увидеть вас. Я пришла раньше. Лежит, опять лежит, закинув руки за голову. Отворено окно в сад. Тихо и пусто. Около окна на полу стоит картина, портрет Анны Андреевны в белом платье. Хорошо написал меня Смеркин. Он двадцать девятого кончил. По-моему, лицо очень похоже. Я не разглядела лица в темноте угла. После того, как я рассказала ей, а она мне, она взяла в руки и прочитала вслух какое-то совершенно дурацкое читательское письмо. Вы не увлекаетесь формой, вы пишете просто, а Пастернак увлекается формальными исканиями, создает комбинации слов. Просто, сердцем сказала Анна Андреевна, они воображают, что и Пушкин писал просто, и что они все понимают в его стихах. А я подумала о Пастернаке. Сам он лучше всех рассказал о своих судьях и о своей поэзии. Развращенные пустотой шаблонов мы именно неслыханную содержательность, являющиеся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Борис Пастернак Охранная грамота Ленинград Издательство писателей в Ленинграде 1931 год Так обстоит дело со сложностью. Что же касается простоты, то она тоже только тогда прекрасна, когда содержательна, то есть сложна. И я не верю, что человек, не понимающий Пастернака, действительно понимает Ахматову, а уж о Пушкине и речи быть не может. 6 июля 39 пришла и прочитала и легких рифм сигнальные звоночки. Строка из стихотворения бывает так, какая-то из тома. Творчество Бег времени 7 книга 14 июля 39 днем сегодня я была у Анны Андреевны. Она куда-то торопилась, так что я даже не поняла, почему по телефону она позволила мне прийти. Впрочем, она боится улиц и любит, чтобы кто-нибудь ее провожал. «Чуть я пришла, мы отправились». «Пунины взяли мой чайник», сказала мне Анна Андреевна. «Ушли и заперли свои комнаты». «Так я чаю не пила, но бог с ними». Мы вышли в коридорчик и она начала запирать свои двери. Это оказалось длинной, сложной процедурой. Замкнув дверь своей комнаты, она, когда мы уже вышли в переднюю, вернулась и дополнительно заперла кухню. Мы шли через занимательный вход. «Посмотрите на эту дверь», сказала мне Анна Андреевна и прикрыла ее. Там оказалась надпись «Мужская уборная». Вечером, когда эта дверь прикрыта так, что надпись видна, к нам никто не приходит. По Невскому я проводила ее до угла Садовой. Мы молчали, жара мешала говорить. Улицу Анна Андреевна перешла, держась за мой рукав, вздрагивая и озираясь, хотя было пустовато. Подошел ее трамвай. Я стояла и смотрела, как она поднялась по ступенькам, вошла, схватилась за ремень, открыла сумку. В старом макинтоше, в нелепой старой шляпе, похожей на детский колпачок, в стоптанных туфлях, статная, с прекрасным лицом и спутанной серой челкой. Трамвай, как трамвай, люди, как люди, и никто не видел, что это она. 20 июля 39-го Вчера весь вечер я провела у Анны Андреевны. Она лежит, но уверяет, что здорова. Меня уговорила сесть в кресло, куда до сих пор садиться я остерегалась. У него, правда, ножки нет, сказала Анна Андреевна, но вы не обращайте внимания. Это не беда. Стоит только подставить вон тот сундучок. Я подставила сундучок, села, и после обычных «Что у вас? А у вас что?» началась, как всегда, тысяча и одна ночь. Я призналась, что не люблю Мапасана, и была счастливлена ответом, что и она его терпеть не может. Особенно мерзкие большие вещи, да и рассказы. Я только один рассказ люблю. Тот, где человек сходит с ума. У Мапасана я только один рассказ люблю. Тот, где человек сходит с ума. Напоминаю, человек сходит с ума в рассказе Орля 1886 Недавно я перечла его. Рассказ написан в форме дневника душевнобольного, страдающего чем-то вроде манией преследования. Герою представляется, будто рядом с ним, под одним с ним кровом, у него в доме, поселилось невидимое, но грозное и могущественное чудовище, которое он называет Орля. Чудовище воздействует на него силу и внушение, а по ночам высасывает жизнь из сомкнутых губ. Для проверки, существует ли Орля в действительности, герой проделывает многие опыты, например, оставляет с вечера на столе хлеб, графины с водой, молоком, вином, а утром обнаруживает, что вода и молоко выпиты. Поначалу герой считает Орля плодом своего расстроенного воображения, но постепенно убеждает себя в реальности его присутствия и пробует уничтожить, сжечь. Я не знаю, в каком году Ахматова впервые прочитала этот рассказ, но когда теперь я перечитала его на фоне своих ахматовских записей, я не могла не вспомнить многое. Например, слова Владимира Георгиевича, сказанные мне 9 июля 1940-го. Анна Андреевна видела больную Срезневскую и выискивает в себе те же симптомы. Не могу не вспомнить постоянных споров Анны Андреевны с окружающими, был ли у нее в ее отсутствии обыск или нет. И, наконец, многих и многих стихов, хотя бы северную элегию 1921 года, обращенную к Гумилеву. В том доме было очень страшно жить и оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакою царапался у двери и львнизкое заглядывало окошко. «Теперь ты там, где знают все. Скажи, что в этом доме жило, кроме нас?» Разве это не то же ощущение, каким преисполнен герой Мапасановского рассказа? Кто-то невидимый вечно следит за мной, а, может быть, и живет вместе со мной под одной кровлей. Мне кажется, Ахматова постоянно, как заклинание, твердила про себя Пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума». Ум ее был тресв, ясен, проницателен. Именно поэтому сознание ее было преисполнено ужасом перед совершающимся, которого не видели другие, и ужасом перед возможностью утраты рассудка. Ахматова яснее других чуяла и осознавала происходящее. Действительность была чудовищна. Заглядывая в подвал памяти, она восклицала. Но где мой дом, и где рассудок мой? Или, создавая свой реквием, уже безумие крылом души накрыло половину. Вот на какие, вовсе не обязательной мысли, навело меня перечитывание своих записок и упомянутого Ахматовой Мапасановского рассказа о человеке, который сходит с ума. Примечание 1980 года Противно, что он на всех портретах подает себя мускулистом, а сам издавна паралитик. Так и в рассказах. Потом мы заговорили о Прусте, и она час целый излагала мне содержание романа «Альбертина скрылась». Покончив с Альбертиной, Анна Андреевна вскочила и накинула черный халат. Он порван по шву, от подмышки до колена, но это ей, видимо, не мешает. Пили крепкий чай с хлебом, больше нет ничего, даже сахару. И я обругала себя, что не принесла его. На серебряных чайных ложечках выгравировано маленькое перечеркнутое «А». «Это я так пишу», — объяснила Анна Андреевна. Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой — камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. Колокольчик — это ее крышка. Тут же пустой флакон из-под духов. Понюхайте. Правда, нежный запах. Это идеал духи моей молодости. Посмотрев на Анну Андреевну сбоку, я спросила, вас никто не лепил? Есть статуэтка работы Данько, но она не у меня. Один скульптор собирался было лепить меня, но потом не пожелал. Неинтересно, природа уже все сделала. Она снова легла, начала рассказывать всякие истории, перескакивая с предмета на предмет, с имени на имя. Спросила, слышала ли я о Палладе? Нет. Даже не слышали? Это можно объяснить только вашей сверхъестественной молодостью. Она была знаменита, браслеты на ногах, гомерический блуд. Один раз при мне она сказала своей приятельнице, «У меня была дивная квартира на Моховой. Ты не помнишь, с кем я тогда жила?» Я ее стала расспрашивать о Ларисе Рейснер. Правда ли, что она была замечательная? Нет. О, нет. Она была слабая, смутная. Однажды я пришла к ней в Адмиралтейство. Она жила там, когда была замужем за Раскольниковым. Матрос с ружьем загородил мне дорогу. Я послала сказать ей, она выбежала очень сконфуженная. Поразительно она умерла. Ведь одновременно умерли ее мать и брат, тоже от брюшного тифа. Мне кажется, тут что-то неладное в этих смертях. Я спросила, была ли Лариса так красива, как о ней вспоминают? Анна Андреевна ответила с аккуратной методической бесстрастностью, словно делала канцелярскую опись. Она была очень большая, плечи широкие, бока широкие, похоже на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все. Почему-то разговор коснулся Л.Е. Она раньше часто ко мне бегала. Очаровательно хорошенькая была. Джокондовская безбровость ей очень шла. А потом она вдруг изменилась, наклеила брови и стала жандармом в юбке и сразу подурнела. Вы заметили? Я упомянула о хорошей фотографии с Альтмановского ее портрета, которую я видела у одной своей знакомой. Она об Альтмане не подхватила, но, помолчав, произнесла, «У меня всегда была мечта, чтобы муж повесил над столом мой портрет». Но никто не повесил. Ни Коля, ни Володя, ни Николай Николаевич. Он только теперь повесил, когда мы разошлись. То есть положил на стол под стекло мою карточку и дочери. Володя Владимир Казимирович Шелейко 1891-1930 Ассеролог, специалист по древнейшим культурам Передней Азии, знаток мертвых клинописных языков. Основной труд «Вативные надписи шумерийских правителей» с очерком по истории Шумерии 1915-й. Ушла я поздно. Анна Андреевна попросила меня непременно прийти завтра с утра. Глаза умоляющие. Я приду. На завтра ей предстояло идти в тюремную очередь с передачей. 21 июля 39-го Я пришла с утра, как обещала. Анна Андреевна сидит на диване, молчаливая и прямая. Молчит. Тяжело, внятно. Мы ждали какую-то даму, с которой должны отправиться вместе. Напряжение передалось и мне. Я тоже смолкла. Не зная, чем заняться, я начала перелистывать Байрона, лежавшего сверху, толстый, растрепанный английский том. Не смотрите, пожалуйста, картинки, с раздражением сказала мне Анна Андреевна. Они ужасные. Одну я даже выдрала, видите? Да, они сильно оглупляют текст, согласилась я. А у Байрона и без того ума не слишком много. Пришла ожидаемая дама, тоненькая, старенькая, все лицо в мелких морщинках, углы у сковорта опущены. Не поздоровавшись со мною и даже, видимо, не заметив меня, она сразу сообщила Анне Андреевне А Г. О чьем-то аресте, чьем не помню. Анна Андреевна закрыла лицо ладонями, маленькие детские ладони. Нам пора было идти. Познакомьтесь, Ольга Николаевна, Лидия Корнеевна, Вдруг сказала Анна Андреевна на лестнице. Ольга Николаевна Высоцкая 1885-1966 Актриса старинного театра в студии Мейрхольда. В 1912 году, работая в Александринском театре, Мейрхольд посвятил Высоцкой свою режиссерскую работу над спектаклем «Заложники жизни» Федора Сологуба. Как только мы ступили на крыльцо, мы едва не были убиты досками, которые кто-то вышвыривал из окна лестницы. Они пролетели мимо наших голов и с грохотом упали у ног. Мы вернулись внутрь, и долго там стояли. Грохочущая гора досок перед дверью росла. Наконец, швырянье кончилось. Мы перешли через гору, помогая друг другу, вышли на фонтанку. А дальше все такое знакомое, как узор на обоих. «Стой только разницы, что с каждым разом змея все короче». Тюремные очереди в 1939 году были несравненно короче, чем в 1937-1938 годах. Не сутками мы в них стояли, а лишь часами. И вот уже все позади. Но мы еще там. Мы сидим с Анной Андреевной на скамейке, более похожей на жердочку. Ольга Николаевна встретила знакомую и отошла. И Анна Андреевна вдруг зашептала, наклоняясь ко мне. «Ее сын Левин брат. Он только на год моложе Левы. У него совсем колены руки». 29 5 июля 39 Вчера днем я забегала к Анне Андреевне, у нее Владимир Георгиевич и Ольга Николаевна. Пьют чай с хлебом. Я не раздеваясь присела на минутку. Они стали меня расспрашивать, и я рассказала. Если я не говорю, если я одна, я плачу редко. Но говорить мне нельзя. Голос обрывается в плач. Все сделали вид, что ничего не заметили. Но Анна Андреевна, провожая меня до дверей и прощаясь, сказала, «Когда можно к вам прийти? Можно я приду завтра?» Я до сих пор не знаю. Она непосредственно от природы добра или это благородный ум, высокоразвитый эстетический вкус заставляют ее совершать добрые поступки. Сегодня она пришла вечером. У меня была Зоечка, Зоя Моисеевна Задунайская, Так же, как и я, Любарская и Габбе сначала училась на словесном отделении государственных курсов при Институте истории искусств, а позднее стала одним из редакторов Ленинградского отделения Дет-Издата. Из членов основного ядра Ленинградской редакции в пору разгрома не арестованными остались только мы двое, я и Зоя Моисеевна. Меня выгнали первую, затем была уволена за Дунайская, за связь с врагами народа, то есть за дружбу с Любарской и Габбе. С нею вместе мы написали письмо Ежову, которое исхитрились передать ему в руки через врача его бывшей жены. В этом письме мы утверждали неповинность наших товарищей и просили привлечь к делу нас и выслушать наше показание. Письмо не возымело никакого действия. Составляя его, хлопача о доставке прямо в руки, мы еще не знали тогда, что в ту пору никакие письма вообще в счет не принимались, так же, как и устные и письменные заявления. Разница между устным и письменным была лишь в том, что письменные, хотя и не помогали арестованному, но редко вредили писавшим. Когда же человек вставал на собрании и публично заявлял, что арестованный не повинен, тогда его наверняка арестовывали, если он был членом партии, или на годы лишали работы, если он был беспартийный. Однако система действий Большого Дома не была нам ясна, тем более, что в подробностях она постоянно менялась. Зоя Моисеевна Задунайская 1903-1983 совместно с Габбе переработала и пересказала книгу Олдрича «Воспоминания американского школьника 1932-й. А совместно с Любарской чудесные путешествия Нильса с дикими гусями Сельмы Лагерлёв 1940-й. В последующие годы Задунайской начала заниматься фольклором. Она переработала и пересказала сказки народов Прибалтики, китайские сказки и вместе с Гессе итальянские сказки, молдавские и многие другие. Мы пили чай. Анна Андреевна разговаривала легко, свободно, светски. Я спросила у неё, где и как она училась. В гимназии в Царском, потом несколько месяцев в Смольном, потом в Киеве. Нет, гимназию я не любила и институт тоже. И меня не очень-то любили. В гимназии в Царском был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла. Кажется, за то, что я однажды на катке интриговала её сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала, мне будет выговор. Не так сижу или платье не так застёгнуто. Мне это было неприятно. А, впрочем, я не думала об этом много. Мы ленивые и нелюбопытные. И вот настало расставание. Начальница покидала гимназию, её куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слёзы, и я была. Вечер кончился, я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу, это начальница меня зовёт. Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит. Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива. Скоро Зоечка ушла. Анна Андреевна, вскочив со стула, рассказала о Коле. Она была ужасно возбуждена. Анна Андреевна рассказала мне, что Лёвин приятель, студент Ленинградского университета Коля Давиденков, арестованный в одно время с Лёвой, выпущен из тюрьмы. Я начала ей рассказывать о нашей дедгизовской эпопее, о провокациях Мишкевича, о его штуках с моим Маяковским. Она замахала на меня рукой. Не надо, не надо, не терзайте меня. Я начала ей рассказывать о провокациях Мишкевича. Еще до разгрома редакции я по поручению Маршака вместе с поэтом и критиком Мироном Левиным подготовила к печати однотомник стихов Маяковского. Мишкевич, который с 1937 года стал главным редактором Лендит из Дата, уличая меня во вредительстве и доказывая мою причастность к козням врагов народа, привел на собрании в качестве доказательства перевранные цитаты из моих и Левина примечаний к тому Маяковского. В результате его клевет эта книга, как и многие другие, была загублена и только ли книги. По заданию или свыше, или по собственной инициативе Мишкевич, доказывая вредительство группа Маршака, писал доносы на Бронштейна, Любарскую, Габбе, фальсифицировал корректуры и так далее. Он же после арестов выпустил номер стенной газеты, где называл арестованных редакторов и писателей шпионами, диверсантами, вредителями. В 1949 году Мишкевич и сам был арестован по насквозь вымышленному ленинградскому делу. Потом предложила почитать мне стихи. Прочитала и упало каменное слово и годовщину веселую праздной. Спросила, какое мне больше нравится. Приговор и упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. 22 июня 1939 года годовщину последнюю празднуй. Ты пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы, той алмазной, повторяется снежная ночь. Пар валит из-под царских конюшен, погружается мойка во тьму, свет луны, как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Меж гробницами внука и деда заблудился взъерошенный сад, из тюремного вынурнув бреда фонари погребально горят. В грозных айсбергах марсово поле и лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх, и трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом и внезапным согретой лучом снежный прах так тепло серебрится. 1938 Я не была в состоянии ответить на этот вопрос. Я была слишком счастлива, что я дожила до этого, что я это слышу и слишком несчастна. Не добившись от меня никакого толку, Анна Андреевна сказала. Про свои старые я знаю все сама, словно они чужие, а про новые никогда ничего, пока и они не станут старыми. Потом все было, как повелось. Я иду ее провожать, на улице пьяной, при переходе она вцепляется мне в рукав и боится сделать шаг. Занимательный вход и кромешная тьма на лестнице. «Ем я теперь только тогда, когда меня кормит Ольга Николаевна», сказала Анна Андреевна. «Она как-то меня заставляет». 9 августа 39-го Сегодня, когда я была у Анны Андреевны, я заметила на стене маленькую картинку, очаровательный рисунок карандашом, ее портрет. Она позволила мне снять его со стены и рассмотреть. Модельяне. Вы понимаете, его не интересовало сходство, его занимала поза, он раз двадцать рисовал меня. Он был итальянский еврей, маленького роста, золотыми глазами, очень бедный. Я сразу поняла, что ему предстоит большое. Это было в Париже, потом уже в России. Я спрашивала о нем у всех приезжих. Они даже и фамилии такой никогда не слыхали. Но потом появились монографии, статьи, и теперь уже все у меня спрашивают, неужели вы его видели? А Болдингтоне? Он какой-то первый ученик. Я призналась, что меня раздражает фрейдизм, что я во Фрейда не верю. Не скажите. Я многого не понимала бы, и до сих пор в Николая Николаевича, если бы не Фрейд. Николай Николаевич всегда стремится воспроизвести ту же сексуальную обстановку, какая была в его детстве. Мачеха, угнетающая ребенка. Я должна была угнетать Иру. Но я ее не угнетала. Я научила ее французскому языку. Все было не то. При ней была обожающая мать. Вообще все было не то. Но он полагал, что я ее угнетала. Вы никуда не ходили с ней. Но я и сама никуда не ходила. Какие нежные письма девочка писала мне. Я осведомилась, как обстоят дела с ее переездом. Вы думаете, они мне мешают? Нисколько. Я спросила о хозяйстве. Домработница иногда приходит. Раз в пять дней. Варит мне курицу. А когда ее нет, я варю себе картошку. Если Владимир Георгиевич должен зайти ко мне после работы, тогда я стряпаю что-нибудь основательное. Бифштекс, например. Анна Андреевна взяла из кучи книг, лежавших в кресле, толстую тетрадь, переплетенную в черное, и протянула мне, пояснив. Это то, что мне вернули. Друзья отдали ее в переплет. И я теперь пишу на пустых страницах. Я раскрыла два перечеркнутых штампа. Один 1928, другой 1931, кажется. Стихи переписаны на машинке, чьи-то пометки красным и черным карандашом. Подчеркнуто «Закрыв лицо, я умоляла Бога». Подчеркнуто слово «Поминальный». Перечеркнуто стихотворение «Чем хуже этот век предшествующих? Все расхищено, предано, продано. Ты отступник за остров зеленый». Все пометки носят явно цензурный характер. Закрыв лицо «Я умоляла Бога» строка из стихотворения памяти 19 июля 1914. Так что сделался каждый день поминальным днем. Строка из стихотворения думали нищие мы. Чем хуже этот век предшествующих? Разве последние два стихотворения, а также «Ты отступник» за остров зеленый не перепечатывали в Советском Союзе около 50 лет и появились снова лишь в 1976 году в книге подготовленной к печати академиком Жермунским Анна Ахматова стихотворения и поэмы «Все расхищено, предано, продано». Думали нищие мы, нету у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем, начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве 1915 год. Чем хуже этот век предшествующих, разве тем, что в чаду печали и тревог он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог. Еще на западе земное солнце светит и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белые дома крестами метят и кличет воронов и вороны летят. Наталья Ирыкова «Все расхищено предано продано черной смерти мелькало крыло все голодной тоскою изглодано отчего же нам стало светло днем дыханиями веет вишневыми небывалый под городом лес ночью блещет созвездиями новыми вглубь прозрачных июльских небес и так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам никому никому неизвестное но от века желанное нам 1921 год пока я перелистывала тетрадь Анна Андреевна стояла у меня за стулом мне это было неприятно я смотрела кое-как успела увидеть мне неизвестное стихотворение кончающее со строкой бессмертного любовника Тамары но тут Анна Андреевна захлопнула тетрадь и снова сунула ее в кучу книг в кресле имеется в виду стихотворение здесь Пушкина изгнание началось не помню как разговор коснулся стихов Николая Степановича самая лучшая его книга огненный столб славы он не дождался она была у порога вот-вот но он не успел узнать ее Блок знал ее целых десять лет знал кстати из дневников Блока сделалось ясно что он очень холодно недоброжелательно относился к людям там еще многое вычеркнуто о Менделеевых о Любе на прощание она сказала я прочитала книжку вашего мужа какая благородная книга я таких вещей не читаю а тут прочла не отрываясь прекрасная книга можно я дам ее Владимиру Георгиевичу Бронштейн солнечное вещество Ленинград детская литература 1936 год 10 августа 39 в 11 часов утра я пришла к ней как обещала она была готова и ждала меня я взяла чемодан с бельем она сумку с башмаками я спросила почему она не сошвет мешок я не умею шить мы пошли к цирку на залитой солнцем площади ждали трамвая лошадь везла дрова дрова которых у меня нет сказала она Андреевна их некуда положить весь сарай доверху занят дровами Николая Николаевича я спросила как она думает нарочно ли Николай Николаевич делает ей неприятности нет не нарочно он даже был сконфужен когда сообщил мне что для моих дров места нет понимаете Аня оказывается наши дрова занимают сарай до самого верха подошел наш трамвай повезло мы обе сидели пристроив вещи на коленях я уверена что плавать нельзя разучиться сказала Анна Андреевна я не сразу поняла почему она заговорила о плавании но скоро догадалась я однажды приехала в разлив и заплыла далеко далеко Николай Николаевич испугался звал меня а потом сказал мне вы плаваете как птица мы в эту минуту ехали по Жуковской вон там напротив была лепная конская головка указала мне подбородком в окно Анна Андреевна это единственный памятник Ленинграда воспетый Маяковским тут он расхаживал ожидал и страдал в день его смерти я пришла сюда на моих глазах скалывали лепную головку это был единственный памятник Ленинграда воспетый Маяковским Анна Андреевна имеет в виду следующие строки из поэмы Маяковского «Человек» фонари вот так же врезаны были в середину улицы дома похожи вот так же из ниши головы кобыльей вылеп прохожий эта улица Жуковского смотрит как смотрит дитя на скелет глаза вот такие старается мимо она Маяковского тысячи лет он здесь застрелился у двери любимой чем ближе подъезжали мы к месту нашего назначения тем она становилась мрачнее и молчаливее выйдя из трамвая сразу вцепилась мне в рукав все было как всегда двадцать восьмого августа тридцать девятого в последние десять дней многое надо было записать но в спешке я не записывала постараюсь припомнить теперь кажется это было четырнадцатого днем раздался телефонный звонок пока Анна Андреевна не назвала себя я не понимала кто говорит так у нее изменился голос приходите я пошла сразу Анна Андреевна объявила мне свою новость еще в передней известие о предстоящей отправке Лева на север Анна Андреевна просила меня срочно достать теплые вещи ей разрешили вещевую передачу и свидание хорошо что я так и думала добавила она мы побыли минутку у нее в комнате я соображала куда и кому звонить Анна Андреевна была такая как всегда только все разыскивала в сумочке чей-то адрес и видно было что она все равно не найдет его по телефону мне удалось довольно быстро условиться о шапке шарфе свитере все кому я звонила сразу без расспросов понимали все шапка шапки нет но не нужны ли рукавицы сапоги сказала Анна Андреевна в сущности есть они гостят у кого-то из друзей мы отправились за сапогами вместе Анна Андреевна не могла объяснить мне куда ехать долго ехали в троллейбусе разговоров по дороге я не помню дверь открыл нам высокий носатый молодой человек Коля Довиденков она сообщила ему свою новость он кинулся куда-то вглубь по коридору и оттуда раздался женский вскрик что ты говоришь маленькая женщина провела нас в комнату мещанские убранную потом в столовую Анна Андреевна пыталась выпить чаю но не могла оказалось сапоги в починке молодой человек Коля обещал выбить их из сапожника мигом потом объявил мне что завтра зайдет за мной в 8 часов утра я увела Анну Андреевну по дороге я читала ей стихи Мирона Палча они ей понравились Мирон Палч Мирон Палча которую я читала тогда Анне Андреевне Голос тихо исчезает оставляет одного так товарищи бросают тело друга своего мы говорим веселые слова но наша жизнь мертва 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 и только в звонкой доблести острот пред нами жизнь как подвиг предстает задумаем милой на счастье простое простое число чтоб нам хоть чуть-чуть хоть отчасти хотя бы на миг повезло опять наступает привычный финал 4 часа не помог веронал не спит человек и не может уснуть и вот он в далекий пускается путь идет на веранду садится в потьмах казенный халат папироса в зубах он видит закрывший глаза вдалеке свой город любимый на дальней реке михайловский замок у летнего сада каштаны и цирк и михайловский сад вот все что мне надо мне больше не надо верните мне город и замок назад судьба послала нам троллейбус мгновенно мы сошли у цирка на мосту Анна Андреевна сказала мне август у меня всегда страшный месяц всю жизнь я проводила ее до дому обычно прощаясь она говорит наклоняя голову спасибо вам а тут сказала я вас не благодарю за это не благодарят вечером того же дня забежав в разные места я снова приехала к ней и не одна а с Шурой то есть с Александрой Иосифовной Любарской мы привезли все все так счастливо и сапоги уже тоже стояли на месте у окна шила какая-то мне незнакомая дама Шура тоже принялась шить Анна Андреевна была тихая отсутствующая уже погруженная в свое завтра делать она ничего не делала и плохо слышала то что мы ей толковали вопросы задавала по несколько раз одни и те же я скоро ушла торопилась клюши а Шура осталась я же все равно не умею шить провожая меня Анна Андреевна сказала у двери а завтра мне еще надо хорошо выглядеть вы это можете я всю жизнь могла выглядеть по желанию от красавицы до урода на следующее утро ровно восемь ко мне вбежал запыхавшийся Коля мы решили по дороге зайти к Анне Андреевне чтобы сговориться точнее Коля шагал так быстро что я задыхалась у Анны Андреевны был Владимир Георгиевич мы условились с ней о встрече там во дворе и отправились началась жара Коля тащил мешок с трамваем повезло мы добрались быстро во дворе где в прошлый раз были только я да Анна Андреевна сейчас толпою клубилась очередь впрочем здесь главный вопрос что можно вещи принимала заляпанная веснушками злая девка с недокрашенными рыжими волосами когда пришел наш черед я спросила нужно ли писать имя и адрес того кто передает или только того кому передают нам нужен адрес кто передает адрес кому мы и без вас знаем злорадно ответила рыжая получив квитанцию мы решили пойти на Невский выпить воды и на всякий случай купить для Анны Андреевны в аптеке какие-нибудь сердечные капли у выхода со двора мы ее встретили она была в аккуратно выглаженном белом платье с чуть подкрашенными губами уходите спросила она с испугом мы объяснили что сейчас вернемся и вложили ей в сумочку квитанцию без конца длился этот окаянно жаркий день в пыльном дворе пытка стоянием одному из нас удавалось иногда увезти Анну Андреевну из очереди куда-нибудь прочь посидеть хоть на тумбе другой в это время стоял на ее месте но она из очереди уходила неохотно боялась вдруг что-нибудь молча стояла мы с Колей иногда оставляли ее одну и уходили посидеть на бревнах сваленных возле самых железнодорожных путей Коля на моих глазах с ног до головы покрылся сажей по лицу у него текли черные ручьи он их оттирал как прачка локтем наверное я сделалась такая же он видно славный человек думающий смелый и немного смешной он Коля видно славный человек думающий смелый Николай Сергеевич Давиденков 1915 1950 биолог и литератор сын заслуженного деятеля науки знаменитого невропатолога Давиденкова он был приятелем Льва Гумилева арестован и сидел в тюрьме одновременно с ним но в 1939 прихотливом году в отличие от Левы Коля вместе с целой группой студентов был отдан под обыкновенный суд оправдан и выпущен вскоре я подружилась с Колей и стала редактором популярной книжки о Дарвине которую Давиденков начал писать для дома занимательной науки дальнейшая судьба Давиденкова оказалась сложна и страшна оправданной по суду он однако не был восстановлен в университете из-за этого он подлежал призыву в армию куда и был взят в начале 1941 года вместе с нашими войсками Давиденков побывал в Польше откуда изредка писал мне затем письма прекратились Гитлер напал на Советский Союз под Минском Давиденков тяжело раненый взят был в плен потом бежал из немецкого лагеря и опубликовал на западе книгу или несколько книг о 37 потом воевал с немцами в одном из союзнических соединений на Западном фронте потом оказался в советском плену попал в лагерь и в лагере был расстрелян это всего лишь одна из случайно дошедших до меня версии военно-лагерной биографии Давиденкова правда в мае 1950 года я получила от него собственноручное письмо из лагеря прощальное но в нем разумеется Коля почти ничего не имел возможности рассказать о себе к письму были приложены стихи в письме же в частности говорилось главное у меня оказались не стихи опроза этим я жил во всех смыслах четыре года прерывался только для войны но тут я ударяюсь в биографию от которой сохрани Бог в 50 и 60 годы до меня доходили лишь непроверенные слухи о Колином конце и при том разные подробно судьба Давиденкова изложена в книге Солженицына Архипелаг ГУЛАГ как мне говорила Анна Андреевна Коля и до ареста и после часто бывал у нее читал ей свои стихи и знал наизусть реквием Рассказал мне все о себе о Леве а начался наш разговор с таких его слов Главное что я понял никому нельзя верить и никому ничего нельзя рассказывать Плохо значит понял или сразу почувствовал ко мне доверие как и я к нему что поделаешь мы люди а тягу людей друг другу верить нельзя по-видимому разрушить ничем я нашла возле бревен чурбан и Коля отдуваясь притащил его Анне Андреевне она согласилась ненадолго присесть я смотрела на ее четкий профиль среди неопределенных лиц без фаса и профиля рядом с ее лицом все лица кажутся неопределенными к четырем часам я непременно должна была спешить домой к Люше чтобы отпустить Иду и я ушла со смятенным сердцем оставив Анну Андреевну на Колином попечении утешая себя мыслью что он видно надежный друг Люше было в то время уже семь лет причина почему я не могла оставлять ее дома одну ни на минуту была в том что в Митиной комнате сначала жил Катышев работник НКВД в дни отдыха от своих работ всегда пьяный а после поселилась его сестра профессиональная проститутка В последующие дни Анна Андреевна дважды заходила ко мне без звонка и не заставала дома Я была в попыхах в бегах тысячи дел перед отъездом в Москву Наконец накануне отъезда я вырвалась к ней это было семнадцатого июля а может быть восемнадцатого она лежала у нее болит спина и омертвели три пальца на левой ноге со мной это случалось полтора года назад и не один раз Сейчас уже ничего сказала мне Анна Андреевна а когда я вернулась оттуда в тот день ноги отекли так сильно что я сняла туфли и по занимательному двору шла в чулках Я осмелилась сказать Надо будет вам собой заняться Она поморщилась Только пожалуйста сейчас об этом не говорить Она поднялась села за стол между двумя подсвечниками Свечи не горели был ясный день И принялась переписывать стихи Кажется я везла в Москву музу Когда я ночью жду ее прихода Когда я ночью жду ее прихода Жизнь кажется висит на волоске Что почести Что юность Что свобода пред милой гости с дудочкой в руке И вот вошла Откинув покрывало внимательно взглянула на меня Я ей говорю Ты ль данту диктовала страницы ада Отвечает Я Теперь прочтите сказала она окончив И расставьте пожалуйста запятые Запятые оказались в полном порядке Но в двух местах пропущены слоги Желая отрезать от листка лишнюю бумагу Анна Андреевна принялась искать разрезательный нож Подняла крышку большой шкатулки стоящей на столике у окна Я подошла поближе В шкатулке лежал гребень Тот знаменитый Саненковского портрета который был на ней когда она читала стихи памяти Блока и я видел ее в первый раз И множество фотографий детских На одной рядами стоят дети в первом ряду девочка в коротких штанишках Это я на гимнастике в Гонгербурге Я так хорошо помню этот день Потом прелестная десятилетняя наголо стриженная девочка Удивительное очертание головы и овал лица уже совершенно Ахматовский Зато вот ей шестнадцать семнадцать лет и ничего Ахматовского совсем не она Что-то неопределенно девическое Она развязала розовую марлю Там лежали яйца расписанные черной тушью три и четвертое розовое с какими-то восточными буквами Это мне Володя подарил Тут нарисованы земля небо море А это Левушка подарил на Пасху Она нашла разрезательный нож снова увязала яйца в марлю и захлопнула шкатулку Потом надписала конверт Восемнадцатого августа вечером я уехала в Москву Двадцать шестого я вернулась Времени не было ей позвонить Но вчера возвращаясь из библиотеки Януз к носу столкнулась с Колей Анна Андреевна в больнице Что случилось? У нее воспаление челюсти В какой больнице он не знал К счастью вечером мне позвонил Владимир Георгиевич Мы условили что завтра я пойду ее навещать Но не пришлось Сегодня пока я была в библиотеке позвонил кто-то от ее имени и просил передать что она уже дома Днем мы пошли к ней с Люшенькой Накупили сластей А еще взяли с собой детские книжки и игры которыми она уже давно просила меня снабдить Валю и Шакалика Мальчики соседей Смирновых лет шести семи Вале и полуторагодовалый Вова которого почему-то называли Шакаликом Анна Андреевна их очень любила Когда во время войны в эвакуации в Ташкенте до Анны Андреевны дошли слухи будто один из них Вова умер она посвятила его памяти стихотворение постучи кулачком я открою на самом деле умер от голода не Вова а Валя Я покричала под окном она жаловалась что звонка иногда не слышит из-за Люшеньки мы довольно долго поднимались по лестнице она ждала нас на верхней площадке у своих дверей Какие милые гости к нам идут сказала она увидев Люшу в черном халате и почему-то с помолодевшим лицом Я вспомнила Блоковское оно от мук помолодело вернув бывалую красу У нее в комнате Ольга Николаевна какая-то веселая пополневшая видно появилась надежда Действительно сына ее скоро выпустили Анна Андреевна привела мальчика и они под Люшиным руководством занялись кубиками расположившись на стуле у окошка Анна Андреевна была очень приветлива и равна но я видела что она еле держится сидя очень прямо на диване она рассказывала когда меня привезли в больницу я была как из-под грузовика вынутая подбородок опух спина не гнется ноги опухли мне говорил потом Владимир Георгиевич что доктор удивлялся моему терпению а когда же мне было кричать до не больно во время операции щипцы во рту не крикнешь после уже не стоит встала наклонилась к ребятам терпеливо помогла им сложить из кубиков картинку князь гвидон и лебедь игра сказки Пушкина я опять увидела с каким напряжением она держится на ногах мы простились условившись что на днях она приведет мальчика в клюши смотреть волшебный фонарь о двери она сказала мне своим ровным душераздирающим голосом спасибо вам 5 сентября 39 я опять пошла к Анне Андреевне с Люшей но решила Люшу оставить в саду на скамеечке пусть подышит и подняться одной у Люши с собой был Том Сойер она обещала спокойно ждать меня ровно полчаса а дольше не надо ладно мам дольше не надо на лестнице я нагнала Ольгу Николаевну с корзиночкой она несла Анне Андреевне обед мы пошли вместе вот несу ей еду сама она ничего себе не готовит а домработница является только выходной день Анна Андреевна лежала на своем дырявом диване укрытая ватным одеялом вот так когда лежу на спине сказала она чувствую себя хорошо а чуть повернусь или встану голова кружится пилами Ольга Николаевна slaves налила уже бульон в чашку но для рыбок и помидоров нужны были вилки знаете Анна Андреевна я нигде не могу найти вилок — Анна Андреевна встала, поискала где-то в горке среди вас и красивых чашек. — Нет, тут их не может быть. Я сама видела их на кухне. Пошла в кухню, вернулась. — Нет. — Пропали. Вот так у нас все, все предметы. Их надо пасти. А чуть перестанешь пасти, сейчас исчезнут. — Недавно у нас мыльница пропала. Ее все видели. Анна Евгеньевна видела ее утром до ухода на службу. Я хотела передать ее Левушке, но она исчезла. Вот так у нас все. Анна Евгеньевна Аренс, 1892-1943. Первая жена Пунина. По профессии врач-торопевт. Замуж за Николая Николаевича Анна Евгеньевна вышла в 1917 году. А когда они разошлись, продолжала жить в той же квартире. Мои полчаса истекли, и я ушла. Девятого сентября, 39-го. У меня грипп. Вчера меня навестила Анна Андреевна. Нарядная. На руках персни, на груди брошь, на шее ожерелье. Прочитала о смерти. К смерти Реквием Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь. Тебе, такой простой и чудной. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом. Или с гирькой подкрадись, как опытный бандит. Или отрави тифозным чадом. Или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой, Чтоб я увидела верх шапки голубой И бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Клубица Енисей, звезда полярная сияет. И синий блеск возлюбленных очей Последний ужас застилает. 19 августа 1939 года. Фонтанный дом. У меня, кроме каверн во всех легких, Еще, наверное, и Миньерова болезнь, Сказала Анна Андреевна. Когда-то специалисты мечтали наблюдать хоть одного больного. Теперь таких больных много. Стоит мне двинуться, повернуть голову. Головокружение и тошнота. Когда я иду по лестнице, передо мной бездна. Я спросила, что она сейчас читает. Болотова. Потом рассказала очень смешно, как чьи-то малыши, Которым Осип, Осип Мандельштам, Подарил свою детскую книжку. Попросили его, дядя Ося. А нельзя ли эту книжечку перерисовать на муху-цокотуху? Почему-то, не помню почему, мы заговорили о человеческой бестактности. Анна Андреевна рассказала. На днях пришла телеграмма Анне Евгеньевне от Николая Николаевича. Анны Евгеньевны нет, она в отъезде. Я, говорит Анна Андреевна, позвонила брату Николая Николаевича. Тот пришел, прочитал телеграмму. Николай Николаевич через Анну Евгеньевну просит у брата 200 рублей, А денег у брата нет. Я ему предложила свои. Он взял и послал их от собственного имени. На другой день пришла телеграмма, адресованная мне. Поблагодарите Сашу. Она рассказала это, смеясь. И со мной переписывается человек, который на прощании сказал мне. Выдайте мне расписку, что я отдал вам все ваши вещи. Она поднялась. Я хотела одеться и проводить ее, но она не позволила. У вас жар? Остановилась у двери. Вы заметили? Я сегодня при всех регалиях. Вот это розовый коралл. А это перстень 20-х годов прошлого века. Его мне Оленька подарила. А это древний перстень из Индии. Тут мужское имя и надпись «Сохрани его, Господь». А это, указала на брошь, подписной реке головка Клеопатры. 16 сентября 1939-го. Вечером я была у Анны Андреевны. Она лежала на диване, одетая, но под одеялом. Оказывается, Владимир Георгиевич водил ее к доктору по поводу пальцев ноги. И доктор велел ей лежать. Это не гангрена, как опасался Владимир Георгиевич. Это травма неврит. Возле нее на стуле томик Бенедиктова, подаренной Лидии Яковлевной Гинсбург. Знаете, у него, оказывается, были и хорошие стихи. Под конец, под старость. Безо всяких матильт. И она прочла мне вслух бессонницу и еще кусочек из какого-то стихотворения о елке. Начало банальнейшее, а потом хорошо. На электрической плитке кипел суп. Ольга Николаевна ушла и поручила мне за ним смотреть, сказала Анна Андреевна. Встала, долила в суп воды и попробовала включить чайник. Он у нас не всегда действует, а только иногда. — Ну, включись, включись, ну, пожалуйста, — сказала она шепотом чайнику, наклонившись над ним. — Я тоже очень хотела, чтобы чайник включился, потому что на этот раз, как умная, принесла с собой печенье, сахар, пирожные. — Теперь вы ведите здесь культурный образ жизни, — сказала мне Анна Андреевна. — А я пойду на кухню хозяйничать. Пока ее не было, я перелистывала Бенедиктова. За одной стеной женщина рычала на ребенка, ребенок плакал. За другой слышался оживленный голос новой жены Николая Николаевича. — Ольга Николаевна ушла в гости, и я боюсь, что мы не услышим звонка. — Он у нас тоже так, то действует, то не действует. — Мы сели пить чай. Анну Андреевну позвали к телефону. Ольга Николаевна извещала, что вернулась ночевать к знакомым, потому что, поднявшись к Анне Андреевне, не дозвонилась. Звонок не производил никакого звука. Провожая меня, Анна Андреевна вышла на площадку, чтобы проверить звонок. Он звонил вовсю. — Вот что значит жить в доме занимательной науки, — сказала она. Двадцать седьмого сентября тридцать девятого. — Я лежу, чем-то больна, не разбери, пойми. Анна Андреевна звонила несколько раз, хотела прийти. Я ее все не пускала, еще заразиться. Да и сама она не совсем здорова. Но сегодня она все-таки пришла. Плохая, темная, глаза ввалились, морщины вокруг рта обозначились резче. Николай Николаевич вернулся. Ходит, раздраженный, злой. Все от безденежья. Он всегда плохо переносил безденежья. Он скуп. Слышно, как кричит в коридоре. Слишком много людей у нас обедает. А это все родные. Его и Анны Евгеньевны. Когда-то за столом он произнес такую фразу. Масло только для Иры. Это было при моем Левушке. Мальчик не знал, куда глаза одевать. Как же вы все это выдерживали, спросила я. Я все могу выдержать. А хорошо ли это? Подумала я. Пришла Рахиль Ароновна. Рахиль Ароновна Брауде. 1901-1971. Мой друг и соседка. До 37-го года она была секретарем нашей редакции, а после арестов редакторов и писателей уволена за связь с врагами народа. Живя на улице Рубинштейна, окна в окна со мной, она всячески заботилась обо мне после ареста Матвея Петровича. Даже сменяла меня по ночам в тюремных очередях. Анна Андреевна оживилась и заговорила о другом. Меня приглашают на Брюсовский юбилей выступить с воспоминаниями. Но ведь вы, как и я, его не любите, кажется, спросила я. Лично с ним я не была знакома. А стихов его не люблю. В ранней юности Ахматова по-другому относилась к Валерию Брюсову. Знала наизусть и любила его стихи. Об этом свидетельствует хотя бы ее письма к Штейну, опубликованные и прокомментированные Герштейн. Новый мир, 1986 год. В стихах и Гелиоглобал, и Дионис, и притом никакого образа, ничего, ни образа поэта, ни образа героя, стихи о разном, а все похожи одно на другое. И какое высокое мнение о себе! Культуртрегер, европейская образованность? В действительности никакой образованности. Перевел эпиграф к пушкинскому пажу. Это возраст Херувима вместо Керубино. Писал статьи о теории поэзии, и вдруг в письме проговорился, собираясь прочесть арт-поэтика Буало. Да как же смел писать, не прочитав, образованность. А письма какие скучные! Я читал его письма к Коле в Париж. В них, между прочим, он настойчиво рекомендует Коле не встречаться с Вячеславом Ивановым. Хотел, видно, сохранить за собой подающих надежды из молодых. А Вячеслав Иванов умница, великолепно образованный человек, тончайший, мудрейший. Через некоторое время Коля написал Брюсову. Познакомился с Вячеславом Ивановым, и только теперь понимаю, что такое стихи. Привожу отрывок из упомянутого Анны Андреевной письма Гумилева к Брюсову. 11 мая 1909. Царское село. Вы, наверное, уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих. По дневнику видно, какой дурной был человек. Одна запись под видом массажа крутил руки брату, а брат был болен. Гадость какая! И зачем это записывать? Он полагал, что он гений, и потому личное поведение несущественно. О гениальности не оказалось, и судиться пришлось на общих основаниях. По дневнику видно, какой дурной был человек. Под видом массажа крутил руки брату. Говоря о дневнике Брюсова, Ахматова имеет в виду книгу Валерия Брюсова «Из моей жизни. Моя юность». 1927 год. Привожу подлинный текст. Мой брат был при смерти, болен. Медленно умирал в постели, ослепший и потерявший рассудок. Сердце мое сжималось от жалости к нему. Но я рассудочно был убежден, что жалость, как и всякая сентиментальность, глупость. Я решительно преодолел в себе это чувство. Временами у него бывали судороги, и тогда ему растирали руки и ноги. Раз вечером я принял участие в этом растирании вместе с его сиделкой, его прежней кормилицей. Она растирала ноги, я руки. Но вместо того, чтобы растирать, я стал всячески жать, коверкать ему руки, стараясь причинить ему большую боль. Он вырывался, он стонал все сильнее, но я упорствовал. Брат Валерия Брюсова Николай 1877-1887 скончался от опухоли мозга. Административные способности действительно были большие. Но и только. Для русской культуры он человек, несомненно, вредный, потому что все эти рецепты стихосложения вредны. Она произнесла эту речь оживленно и энергично, из вежливости обращаясь главным образом к застенчивой и упорно молчавшей Рахиле Ароновне. Потом рассказала, что отбирает стихи для издательства, но нехотя, медленно. Я не в силах. Ставим с Люсией крестики. Пока что я перечеркнула все ранние. Я их терпеть не могу. С Люсией с Лидией Яковлевной Гинсбург Лидия Яковлевна Гинсбург Родилась в 1902 году. Прозаик, мемуарист, историк и теоретик литературы. Специалистка по Вяземскому Лермонтову Герцену. В 1929 году ей была подготовлена к печати и прокомментирована старая записная книжка Петра Андреевича Вяземского. Под ее редакцией несколько раз выходили в свет его стихи. В 1940 году опубликована книга Гинсбург «Творческий путь Лермонтова». В первой половине 50-х годов Гинсбург принимала участие в работе над Герцена-Огаревскими томами литературного наследства. А в 1957 вышла в свет ее книга о былом и думах. Более поздние труды Гинсбург книги о лирике 1964 и 1974, о психологической прозе 1971, о литературном герое 1979, о старом и новом 1982, «Литература в поисках реальности» 1987. В последнюю книгу включены записки блокадного человека, образец прозы Лидии Гинсбург. Среди воспоминаний о поэтах Лидия Гинсбург создала и воспоминания об Анне Ахматовой. Знакомство их состоялось в доме Угуковского, с женой которого Натальей Викторовной Рыковой Анна Андреевна была очень дружна. Ей посвящено стихотворение «Все расхищено, предано, продано». Через Наталью Викторовну Лидия Яковлевна передала Анне Андреевне оттиск своей статьи о Вяземском. «Статья понравилась». «Очень хорошая статья», сказала Анна Андреевна. «Это была первая фраза. Я очень ею гордилась, услышанная мною от Анны Андреевны», сообщает Гинсбург в своих мемуарах. С тех пор мы встречались в течение сорока лет, до самого конца. Часто в тридцатых годах и после войны во второй половине сороковых, реже в пятидесятых и шестидесятых, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве. Лидия Гинсбург, Ахматова, День поэзии, Москва, 1977 год. Я машинально побарабанил рукой по стене. Она сказала «Моя мама, когда ей случалось сильно огорчаться, начинала стучать по столу. Стучала упорно, часами. У меня был брат-студент, мы жили на даче. Один раз соседи спрашивают, «Это ваш брат печатает?» имея в виду прокламации». У Анны Андреевны были два брата. Старший, Андрей, 1886-1920, и младший, Виктор, 1896-1976. «Я рассказала, что читаю Илюшеньки русских женщин, и она плачет». «Я в детстве их сама нашла», — отозвалась Анна Андреевна. «Мне никто никогда ничего не читал. Не до меня было. Некрасов — единственная в доме книга, больше ни одной». Заговорили о том, что на улицах сейчас мокро, темно, мрачно. «Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для катастроф», — сказала Анна Андреевна. «Это холодная река, над которой всегда тяжелые тучи. Эти угрожающие закаты. Это оперная, страшная луна. Черная вода с желтыми отблесками света. Все страшно». «Я не представляю себе, как выглядят катастрофы и беды в Москве. Там ведь нет всего этого». Я сказала, что Киев — вот веселый, ясный город, и старина его не страшная. Да, это так. Но я не любила дореволюционного Киева. Город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды. Они и их жены. Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного швейцара, целовала образок Николая Угодника. «Сделай, чтоб хорошо сидела». Рахиль Ароновна пошла ее провожать. 15 октября 1939-го. За это время я была у Анны Андреевны раза три, но не записывала. А сейчас уже поздно вспоминать ее речи. Того и гляди, переврешь что-нибудь. Впрочем, один эпизод запишу. Вечером на днях она и Ольга Николаевна сговаривались при мне с утра отправиться в очередь в прокуратуру. Анна Андреевна просила всех соседей, чтобы ее разбудили ровно в семь, не минуты и позже. Ольга Николаевна жалеет меня будить. Затем дружеские препирательства о пальто, кто в чем пойдет. Анна Андреевна настаивала, чтобы Ольга Николаевна надела ее осеннее. Ольга Николаевна с собой только летнее. А сама она наденет шубу. «В шубе вам будет тяжело стоять», говорил Ольга Николаевна. «Лучше я надену шубу, а вы осеннее». Но Анна Андреевна не соглашалась. «Нет, шубу надену я. Вам с ней не справиться. Она особенная. На ней давно нет пуговиц ни одной. Новые найти и пришить мы уже не успеем. Я ее умею и без пуговиц носить, а вы не умеете. Шубу надену я». Сегодня днем я зашла к Анне Андреевне, чтобы проводить ее в амбулаторию, к доктору по назначению Литфонда. Зашла прямо из библиотеки, где достала для нее литературный современник 1937 года с новыми материалами о дуэли Пушкина. Литературный современник 1937-й, номер 1-й. Целиком был посвящен Пушкину. По-видимому, Анна Андреевна интересовалась статьей Казанского «Иностранцы о дуэли и смерти Пушкина». Кроме того, я принесла ей масло. «Теперь я обеспечена на много дней», сказала мне Анна Андреевна. «У меня есть четыре селедки, шесть кило картошки, а вы еще и масло принесли. Пир!» Отправились. Минуты две стояли перед совершенно пустым литейном. Она боялась ступить на асфальт. По дороге заговорили о щитовидной железе, которая у нее увеличена еще сильнее, чем у меня. Мне одна докторша сказала «Все ваши стихи вот тут!» Анна Андреевна похлопала себя ладошкой по шее спереди. Мне предлагали сделать операцию, но предупредили, что через месяц я буду не менее восьми пудов. Это я-то! Опять почему-то вернулись к Киеву. И я спросила, любит ли она Шевченко. Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну-то не любила и язык. «Мамо!» «Хадимо!» Она поморщилась. «Не люблю!» Меня взорвало это пренебрежение. «Но Шевченко!» «Ведь поэт ростом Смецкевича!» сказала я. Она не ответила. Мы дошли. Разделись. Белоснежный коридор и очередь. Анна Андреевна назначена на пять часов сорок пять минут. Но, как разъяснили в очереди, это ничего не значит. Мы сели. Перед нами пять человек. Очередь движется медленно, по полчаса на человека. Анна Андреевна начала меня расспрашивать о Николае Ивановиче, что рассказывает о его житье-бытие Цезарь, вернувшийся из Москвы. Цезарь Цезарь Самойлович Вольпе 1904-1941 Исследователь русской литературы, критик. В юности посетитель семинара, который в начале двадцатых годов вел в Бакинском университете Вячеслав Иванов. Перу Цезаря Вольпе принадлежат статьи о Брюсове и Андрее Белом, работе о Жуковском и Козлове. Он участник создания антологии «Русские поэты XVIII-XIX веков» 1940-1941. А также составитель совместно с Немировской документальной книги «Судьба Блока» «Ленинград, 1930-й». Писал Вольпе из статьи о наших современниках Зощенко Борисе Житкове «Цезарь Самойлович Вольпе мой первый муж Люшин отец». Анна Андреевна расспрашивает меня «Что рассказывает о Николае Ивановиче Цезарь, вернувшейся из Москвы? Потому что Вольпе и Харджиев были очень дружны». «Странно ко мне относятся, Николай Иванович», сказала она вдруг. «Чем же странно? Вы же знаете, что он к вам замечательно относится». «Ко мне — да, но не к моим стихам. Ведь Николай Иванович человек фанатический, и мои стихи нравиться ему не могут». «А вы не спрашивали?» «Ну, нет». «Не мой черед об этом спрашивать». Наконец Анна Андреевна вошла в кабинет. Я осталась ждать ее. Появилась она скорее других, минут через пятнадцать. Мы оделись и вышли на улицу. Тут только я заметила, что она сильно возбуждена. Он нашел меня совершенно здоровый. Так я и знала. Я говорила Владимиру Георгиевичу, что так и будет. Теперь на вопрос Литфонда он ответит, что я симулянтка. Уверяю вас, так и будет. Наверное, его разозлило, что я показала ему записки от двух профессоров с очень серьезными диагнозами. Он три раза спросил меня, «Вы служите?» Верно думал, что я хочу бюллетень получить. Он так понимает свою задачу — осаживать и разоблачать. Назначил мне соленых войн и ванны, а электризации и ножных ванн, которые рекомендовали Давиденков и Баранов, не назначил совершенно лишнее. Сергей Николаевич Давиденков 1880-1961 Колин отец С 1934 года заслуженный деятель науки РСФСР, один из крупнейших невропатологов Ленинграда. С 1932 года и до конца жизни Давиденков заведовал кафедрой нервных болезней Ленинградского института усовершенствования врачей. В годы войны стал главным невропатологом Ленинградского фронта, а с 1945 года действительным членом Академии медицинских наук СССР. Основные труды Давиденкова посвящены травмам нервной системы, наследственным заболеваниям и неврозам. Василий Гаврилович Баранов родился в 1899 году, эндокринолог, председатель Ленинградского отделения Всесоюзного общества эндокринологии. С 1960 года действительный член Академии медицинских наук СССР. В 30-е годы Баранов преподавал в Первом медицинском институте и заведовал в больнице имени Эрисмана, то есть там же, где работал Гаршин, кафедрой эндокринологии. Мы шли пешком. В гневе Анна Андреевна не пожелала ждать трамвая. Мне было ее до слез жаль. Я близко вижу ее жизнь и понимаю, как она больна. И зачем судьбе понадобилось подвергать ее еще и этому унижению? Мы шли молча. Я не могла изобрести, чем бы ее утешить. Довела ее до самых дверей ее квартиры. Так уж у нас заведено. На прощание она вдруг меня поцеловала. 18 октября 39 собираюсь в Долосы. В последние дни сижу над стихами Анны Андреевны. Она просила меня прочесть то, что отобрала вместе с Лидией Яковлевной. Лидия Яковлевна Гинсбург родилась в 1902 году. Прозаик, мемуарист, историк и теоретик литературы. Специалистка по Вяземскому Лермонтову Герцену. В 1929 году ею была подготовлена к печати и прокомментирована старая записная книжка Петра Андреевича Вяземского. Под ее редакцией несколько раз выходили в свет его стихи. В 1940 опубликована книга Гинсбург «Творческий путь Лермонтова». В первой половине 50-х годов Гинсбург принимала участие в работе над Герцена Огаревскими томами литературного наследства, а в 1957 вышла в свет ее книга о былом и думах. Более поздние труды Гинсбург книги о лирике 1964 и 1974 о психологической прозе 1971 о литературном герое 1979 о старом и новом 1982 литература в поисках реальности 1987 В последнюю книгу включены записки «Блокадного человека» образец прозы Лидии Гинсбург Среди воспоминаний о поэтах Лидия Гинсбург создала и воспоминания об Анне Ахматовой. Знакомство их состоялось в доме у Гуковского, с женой которого Натальей Викторовной Рыковой Анна Андреевна была очень дружна. Ей посвящено стихотворение «Все расхищено, предано, продано». Через Наталью Викторовну Лидия Яковлевна передала Анне Андреевне оттиск своей статьи о Вяземском. Статья понравилась. «Очень хорошая статья», сказала Анна Андреевна. «Это была первая фраза, я очень ее гордилась, услышанная мною от Анны Андреевны», сообщает Гинсбург в своих мемуарах. «С тех пор мы встречались в течение сорока лет до самого конца, часто в тридцатых годах и после войны, во второй половине сороковых, реже в пятидесятых и шестидесятых, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве». Лидия Гинсбург Ахматова День поэзии Москва 1977 год Я просидела несколько дней обложенной разными изданиями книг Анны Андреевны. Вдумывалась в пунтуацию, хронологию, варианты. «Мы условили, что я приду к ней сегодня утром. Пораньше», настаивала Анна Андреевна. «Я пришла в двенадцать, стучу, стучу в ее дверь, нет ответа». «Анна Андреевна дома?» спросила я на кухне у какой-то растрепанной девочки. «Она не отзывается». «А вы не так стучите», ответила мне девочка. И лихо застучала в дверь к Анне Андреевне сначала кулаками, а потом, обернувшись спиною и каблуками. «Аня, к вам пришли». «Войдите». Анна Андреевна лежала на диване, серая, с больным, будто отекшим лицом, с седыми растрепанными волосами. Я была в отчаянии. Оказывается, она не спала всю ночь и только недавно уснула. «А растрепанная девочка», объяснила мне Анна Андреевна, «это вовсе не девочка, а сама уже мама, Ира Пунина». Я разложила на столе стихи, книги, свои записи и начала задавать приготовленные вопросы. «Анна Андреевна». отвечала, слушала, соглашалась на мои советы, но как-то без интереса. Может быть, попросту сон еще не вполне покинул ее. «Я пожаловалась, что не понимаю одного стихотворения. Я пришла тебя сменить, сестра». «И я его не понимаю», ответила Анна Андреевна. «Вы попали в точку. Это единственное мое стихотворение, которого я и сама никогда не могла понять». «Я пришла тебя сменить, сестра, у лесного высокого костра. Посидели твои волосы, глаза замутило, затуманило, слеза. Ты уже не понимаешь пенья птиц, ты ни звезд не замечаешь, ни зорниц. И давно удары бубна не слышны, а я знаю, ты боишься тишины. Я пришла тебя сменить, сестра, у лесного высокого костра. Ты пришла меня похоронить. Где заступ твой, где лопата? Только флейта в руках твоих. Я не буду тебя винить. Разве жаль, что давно когда-то навсегда мой голос затих. Мои одежды надень, позабудь о моей тревоге, дай ветру кудрями играть. Ты пахнешь, как пахнет сирень, а пришла по трудной дороге, чтобы здесь озаренной стать. И одна ушла, уступая, уступая место другой, и неверно брела, как слепая, незнакомой узкой тропой. И все чудилось ей, что пламя близко, бубен держит рука, и она, как белое знамя, и она, как свет маяка. 1912 год. Я переворачивала страницы, задавала свои вопросы и мучительно чувствовала, что все это ей в тягость. «Пожалуйста, запишите все ваши соображения на каком-нибудь отдельном листке», попросила наконец Анна Андреевна, «а то я все равно все забуду». Я умолкла. Нашла листок, принялась переписывать свои заметки, даты, отделы, варианты, прежние и теперешние циклы. «Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам?» спросила Анна Андреевна. «Да все равно из этой затеи ничего не выйдет. Никто ничего не напечатает. Да и не до того мне». Я простилась. «Возвращайтесь скорее», сказала она мне на прощание. «Я буду вас очень ждать». 15 ноября 39 Вчера впервые после приезда я была у Анны Андреевны. Лежит, опять лежит. По ее словам не спала уже ночей 15. Мечется головой по подушке, рука горячая. «У вас жар?» Я не мерила. Собирается в Москву. Ей уже достали билет. прочитала книгу, которую я принесла ей в прошлый раз. «Смерть после полудня» Хемингуэя. Я рассказала ей, что Митя случайно раскрыла эту книгу на прилавке у букиниста. Зачитался, пришел в восторг и купил. Никогда прежде не слыша даже имени автора. «Да, большой писатель», сказала Анна Андреевна. «Я только рыбную ловлю у него ненавижу. Эти крючки, эти рыбы, черви. Нет, спасибо». Скоро пришла Вера Николаевна. Принесла еду. Вера Николаевна, Ани Киева, 1894-1942. Искусствовед и экскурсовод. Специалистка по современному искусству. С 1920-го по 1934-й Вера Николаевна работала в Русском музее, позднее во Всероссийской Академии художеств. Из ее исследовательских работ назовут две «О Лебедеве» и «О Пахомове». Работа о Лебедеве напечатана лишь частично и лишь в переводе на немецкий язык, а о Пахомове отдельной книжкой «Пахомов. Ленинград. 1935-й». Скончалась Вера Николаевна от голода во время блокады. Анна Андреевна ни до чего не дотронулась. «Я ничего не ем и раздаю. Бессонница и не могу есть. Все раздаю, а то портится». Она начала тяжело дышать. Попросила Веру Николаевну пойти к Пунину за комфорой. Пунин вошел в комнату напевая. Начал расспрашивать Анну Андреевну, но петь не перестал. Вопросы вставлял в пение. «Тирам-бум-бум, что с вами, Анечка? Тирам-бум-бум, дайте, пожалуйста, комфору». Он принес пузырек. «Тирам-бум-бум, накапал воду. Тирам-бум-бум, и она приняла». Оказывается, Вера Николаевна пришла за какой-то картиной Бориса Григорьева, которую Анна Андреевна решила продать. Я вышла с ней вместе, чтобы помочь нести. Картина была тяжелая, даже вдвоем мы еле ее тащили. Какая-то малоприличная баба. Тащить было далеко, по Фурштадской, по Потемкинской. Вера Николаевна уже продала для Анны Андреевны несколько рисунков Бориса Григорьева по 75 рублей штука. 4 декабря 39 Вчера утром забежал ко мне на минутку Владимир Георгиевич. Попросил вместо него встретить Анну Андреевну, возвращающуюся из Москвы. Телеграмма «Выезжаю 10.50». Сам он не может уйти утром с работы. Я был у нее на квартире, протопил печку, прибрал немного. Сегодня с утра в указанное им время я отправилась на вокзал. Но не встретила Анну Андреевну. Нет такого поезда 10.50 из Москвы. Вернувшись домой, я на всякий случай позвонила ей. Оказалось, она уже дома, приехала стрелой и попросила прийти сейчас же. Села на диван, рассказала свою эпопею. Московские хлопоты о Леве. Константин Александрович позвонил Александру Николаевичу. Тот пил. Александр Николаевич Тихонов Серебров 1880-1956 Автор воспоминаний о Семилетии 1898-1905 о Чехове Савве Морозове Комиссаржевской. До выхода этой книги в свет «Время и люди» Москва. Советский писатель 1949-й. Тихонов был в литературных кругах известен главным образом как друг и помощник Горького, организатор, издатель, редактор. Тихонов играл большую роль в созданном Горьким после революции издательстве «Всемирная литература», а также в журнале «Русский современник», где печатались Горький, Евгений Замятин, Добычин, Пельняк, Абр, Эфрос, Тынянов, Чуковский и поэты Пастернак, Цветаева, Анна Ахматова. Позднее Тихонов работал в издательствах «Федерация» и «Академия», а во время войны в издательстве «Советский писатель», выпустившем книжку «Анна Ахматова избранная стихи», Ташкент, 1943 год. Константин Александрович говорит, «Приходи, тут тебя одна дама ждет». Тот обрадовался, думал, дама действительно, а это оказалось я. Но он все-таки был очень любезен. И дальше все по порядку. Потом Борису Леонидовичу очень понравились мои стихи. Он так все преувеличивает. Он сказал, теперь и умереть не страшно. Но что за прелестный человек? И более всего ему понравилось то же, что и вы любите. И упало каменное слово. По-видимому, Анна Андреевна прочла Борису Леонидовичу некоторые стихи из «Реквиема», а также и другие на ту же тему. про Николая Ивановича сказала, «Мы с ним всегда друг другу что-нибудь дарим. Этот раз я уж совсем не знала, что ему привезти, но в альбоме Бориса Григорьева вижу вдруг набросок и подпись «В Хлебников». Николай Иванович был счастлив. Подарок удался, и я рада. Мы начали вместе топить печку. Она долго не разгоралась, но все же в конце концов огонь затрещал. «А знаете, грустно сказала Анна Андреевна, шакалик не узнал меня, когда я вернулась. За две недели позабыл. Шестого декабря тридцать девятого. Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра. Приходите сейчас. Я пошла. На мой стук в ее дверь она не ответила, как обычно, войдите, а сама вышла в коридорчик ко мне. И тут энергичным шепотом сделала то сообщение, ради которого меня вызывала насчет Корнея Ивановича и жабы. «Предупредите отца», сказала она. Жабой в разговорах со мной Анна Андреевна называла Анну Дмитриевну Радлову. 25 ноября 1939 года Чуковский выступил в правде со статьей «Искалеченный Шекспир» по поводу Радловского перевода «Отелло». Эта статья и встревожила Анну Андреевну. У нее были сильные подозрения насчет связи Анны Радловой с Большим домом. Однако дело ограничилось лишь полемикой. 19 января 1940 года «Правда» опубликовала статью Остужева в защиту перевода Радловой о правилах грамматики и законах театра. Полемика продолжалась. Чуковский напечатал новую статью «Астма у Дездемоны» журнал «Театр» 1940 номер второй. Позднее он включил обе статьи в переработанном виде в свою книгу «Высокое искусство». Потом перестала шептать и уже вслух попросила меня зайти. В комнате ожидала ее Лидия Яковлевна. Я села у окошка, а Лидия Яковлевна и Анна Андреевна, ходя друг против друга по комнате, продолжали давно по-видимому начавшийся между ними спор о новых гипотезах какой-то Эммы насчет убийства Лермонтова, будто это убийство было подстроено и организовано властью. Анна Андреевна настаивала на исторической и психологической невозможности такого предположения. «Что за венецианские подосланные убийцы или отравители в России в 30-х годах прошлого века?» говорила она. Эмма Эмма Григорьевна Герштейн Разговор между Лидией Яковлевной и Анной Андреевной шел о статье Герштейн к вопросу о дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова, опубликованной в 1940 году в номере 16 «Альманаха год 22-й». В последующих работах о Лермонтове Герштейн не высказывала более свое предположение с прежней категоричностью. Эмма Григорьевна Герштейн родилась в 1903 году. Близкий друг Анны Андреевны, литературы вед, специалистка по Лермонтову, автор многочисленных исследований о Лермонтове и книги «Судьба Лермонтова. Москва 1964-й». На книгу эту Ахматова написала рецензию «Заметки на полях», опубликованную в литературной газете 16 марта 1965 года. Книга существенно расширенная, издана вторично в 1986-м. Агерштейн о ее историко-литературных работах, об ее хлопотах за Льва Николаевича Гумилева, о ее участии в пушкиноведческих изысканиях Анны Ахматовой, написано во втором и третьем томах моих записок. Познакомилась Анна Андреевна и Эмма Григорьевна в 1934-м году в Москве у Мандельштамов. Герштейн, автор воспоминаний об Анне Ахматовой в Замоскворечье, литературное обозрение 1985-й год, номер седьмой, и нескольких публикаций, посвященных пушкиноведческим работам. В 1986-м году за границей издательство Атенеум выпустило книгу Агерштейн, новое о Мандельштаме. Говоря, она ходила по комнате, протягивала руки к огню в печке, а один раз даже опустилась перед печкой на колени и так и осталась. Оказывается, так очень удобно стоять, а я не думала, сказала она. Потом вскочила и расставила на столе обильную против обыкновения еду. Сыр, консервы и водку в графине. Но, как всегда, без конца искала повсюду вилки, ложки, блюдца и обнаруживала их в самых неподходящих местах. Водку мы пили из каких-то крошечных фарфоровых штучек, похожих на солонки. Анна Андреевна сказала, что может пить много и никогда не пьянеет. Потом Анна Андреевна вдруг вытащила откуда-то тетрадку переписанных от руки стихов, очень аккуратную на вид. Но первый лист отодран так грубо, что клочья торчат. «Это я отодрала», сказала она. «Ко мне явился недавно один молодой человек, белокурый, стройный, красивый, сказал, что хочет прочесть мне свои стихи. Я ему посоветовала обратиться лучше в союз. Я очень быстро его выгнала. И вот приезжаю из Москвы, а на столе тетрадка, и на первой странице надпись «Великому поэту России». Я кинулась на тетрадь зверем и выдрала страницу. Я осведомилась, хорошие ли стихи, но Анна Андреевна не пожелала ответить. Она уверена, что это меценат. Меценаты зашифрованные наименование стукачей. Напрасно мы с Лидией Яклиной пытались ее разуверить. «Он молод», говорила я, «он может просто быть не осведомлен об особенностях вашего положения». Анна Андреевна отвергала такую возможность, а Лидия Яклина меня поддерживала. «Да и в надписи я не вижу ничего предосудительного», рискнула я. «Но я не желаю рядиться в чужое платье», сердито ответила Анна Андреевна. Скоро Лидия Яклина ушла, а меня Анна Андреевна удержала ну еще полчасика. Она снова стала рассказывать о жабе, о ее интригах против нее самой Анны Андреевны. Говорила она возбужденнее громче обычного. Исчезли глубокие долгие паузы, столь свойственные ее речи. По-видимому, водка все-таки на нее действует. А Лидии Якольне отозвалась она так. «Человек она вне эмоциональной, холодноватой, но я очень ценю ее голову». Я спросила, нет ли новых стихов. Нет, с тех пор я ничего не могу. Я рассказала ей о записной книжке Марка Твена, появившейся в интернациональной литературе. Она ее не читала, но о Томми Сойери отозвалась так. «Бессмертная книга, вроде Дон Кихота». Заплакал Шакалик. Анна Андреевна поспешила к нему. Оказывается, родители ушли в кино, и он один. Я простилась. 14 декабря 39 Вчера днем, не находя куда девать себя до вечера, когда должен был прийти Ка и назвать словами все, что я знаю и так, я отправилась на набережную. Ка должен был прийти ко мне юрист Яков Семенович Киселев. И Корней Иванович, и Яков Семенович примерно с апреля 1939 года уже знали, что Митя погиб. Я же об этом только догадывалась. Киселев привез записку от Корнея Ивановича. Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых, значит, хлопотать уже не о чем. У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу. Яков Семенович Киселев родился в 1896 году ленинградский юрист, знаменитый адвокат. Киселев судебные речи, Ленинград 1967 Воронеж 1971 Как известно, в 30-е годы к делам арестованных по 58-й статье в подавляющем большинстве случаев никакие юристы, никакие адвокаты не допускались. Так и к рассмотрению дела Бронштейна, осужденного военной коллегией Верховного суда, почему именно этой инстанции, а не какой-нибудь другой, неизвестно, адвокат допущен не был. Тем не менее, я и Корней Иванович, составляя официальные письма и прошения о пересмотре дела, не раз пользовались добрыми советами Киселева. С помощью тучи мостов я привела себя несколько в порядок и зашла к Анне Андреевне. На кухне мне сказали, что она дома. Я постучала в ее дверь, ответа нет. На кухне объяснили, спит, наверное, и вызвались разбудить. Но я не позволила и ушла. Было пять часов дня. И какого? Светало, но не рассвело. Вечером звонок. Анна Андреевна что-то объясняет мне насчет себя и моего неудачного посещения. Но разговора толком я не помню, потому что это было уже после записки. «Когда я, Тамара и Шура, они пришли ко мне, они уже знали, молча сидели у меня на постели, и даже Тусяны попытки, не утешения, конечно, а ласкового прикосновения к боли, не удавались, и даже ее щедрая материнская улыбка не могла отогреть. Туся Тамара Тамара Григорьевна Габбе 1903-1960 Член Маршаковской редакции, разгромленной в 1937 году, драматург и фольклористка, наибольшую известность приобрели ее детские пьесы, выходившие отдельными книжками, их не раз и с большим успехом ставили в московских и других театрах страны. Город мастеров или сказка о двух горбунах, Хрустальный башмачок, Авдотья Рязаночка. Из фольклористских трудов самой значительной книга «Быль и небыль» сборник русских сказок, легенд и притч появился уже посмертно 1967-й. До этого, но тоже посмертно, сборник по дорогам сказки в соавторстве Слюбарской 1962-й. При жизни Тамары Григорьевны не раз издавались в ее переводах и пересказах французские народные сказки, сказки Перро, сказки Андерсона, братьев Гримм и другие. Всю жизнь, уже и после ухода из государственного издательства, она оставалась редактором-наставником писателей. Моя книга в лаборатории редактора недаром открывается посвящением ей. В литературе остался непроявленным ее главный талант. Она была одним из самых тонких знатоков русской поэзии. Какого мне случилось встретить за всю мою жизнь? Из телефонного разговора с Анной Андреевной я запомнила только, что она просила меня зайти, и вот сегодня, вымывшись холодной водой, я машинально в полном оледенении пошла к ней. Болело все, лицо, ноги, сердце, даже кожа на голове. Комната ее сейчас имеет еще более странный вид, чем обычно. Стекло залеплено газетой, а с потолка с верхней лампы опускается какой-то скрученный обрывок шали. Рассказала она мне свои хорошие новости, многозначительные слова. Потом про управдома нужно заверить ее подпись на новой пенсионной книжке, и она ходила к управдому шестнадцать раз, и все не заставало его. Шестнадцать раз. Я, наверное, очень плохо поддерживала разговор, потому что минут через десять она спросила, вы, кажется, чем-то расстроены. Я выговорила, не заплакав. «Боже мой, боже мой», повторяла Анна Андреевна, а я и не знала, «Боже мой». Мне было пора за Лешей к учительнице. Я ушла. Пятнадцатого декабря тридцать девятого. Сегодня днем, когда я собиралась в библиотеку, вдруг звонок, и пришла Анна Андреевна. «Ходила сюда поблизости получать пенсию, и вот забрела», объяснила она, «сегодня утром я застала наконец управдома. Я ему протягиваю пенсионную книжку и прошу заверить мою подпись». А он мне говорит, «Распишитесь, пожалуйста, сначала на отдельном листке». «Почему? Зачем? Что ж он думает, в книжке моя подпись поддельная?» Я пришла в бешенство. «Я вообще хорошо отношусь к людям, но тут я очень обиделась. Я ему написала свое имя на бумажке и сказала, «Вы, по-видимому, хотите продать мой автограф в литературный музей? Вы правы. Вам дадут за него 15 рублей». Он смутился, разорвал бумагу. Потом спрашивает, «Вы, кажется, были когда-то писательницей?» «Я послала Иду за папиросами. Потом Ида подала нам чай. Анна Андреевна много курила, рассказывала про мальчиков Смирновых. Шакалик уже говорит спасибо. Валя, она называет его мой Валя, любит слушать, когда ему читают. Она читала ему вслух Вальтера Скотта и, окончив, сказала, «Это был замечательный писатель». Он сразу начал крутить перед собой руками и дудеть, «Значит, у него была машина?» «А я хочу», «Не Вальтера Скотта», сказала я, «И не буду крутить руками и дудеть». Она прочитала мне еще раз о смерти, а потом никогда мною не слыханное. «Водою пахнет резида». «Водою пахнет резида» строка из стихотворения «Привольем пахнет дикий мед». «Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем. водою пахнет резида и яблоком любовь. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь». И напрасно наместник Рима мыл руки пред всем народом под зловещие крики черни, и шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги, в душном мраке царского дома. Середина тридцатых годов. И опять у меня от этого настоя горя ощущение такого счастья, что нету сил перенести. Я понимаю, Борис Леонидович, если это существует, можно и умереть. Субтитры субтитры и субтитры